Черепахи, Шильян был одновременно обрадован и напуган. Он смутно знал, что огонь Красного Феникса и мороз Черной Черепахи помогут двум пламени восстановить ту силу, которую они потеряли. Зная, что в двух горах содержится энергия, необходимая двум небесным пламенам, Шильян был вне себя от радости. Он чувствовал, что эта поездка в Черный Ядовитый Туман была правильным решением. Закончив наблюдать за горами, Шильян продолжил двигаться вперед. Он решил пока не идти в центр города, а прогуляться по округе и засосать в гравитационное поле еще нескольких воинов, чтобы поглотить их энергию. Рядом с Серебряным озером, вспышки света мелькали в месте, где шло ожесточенное сражение. Воины из Божественной Земли, что смогли попасть в эту миазматическую область, не могли быть слабыми. Они наверняка взяли с собой множество разных сокровищ, а также их боевые навыки были довольно мощными. Чтобы получить места в озере, воины, которые только что пришли к озеру, начали нападать на тех, кто уже был в воде. Все воины в районе озера вынули свои навыки и демонстрировали навыки, ради того чтобы выжить. В данное время всего 9 групп заняли озеро. Общая численность людей в 9 командах была около 80 человек. Каждая команда находилась на некотором расстоянии друг от друга. Каждый из этих воинов вынул все свои сокровища и холодно наблюдал за местностью вокруг озера. В самом центре озера находились 3 группы. В состав каждой этой группы входило по 2 воина 3-го неба сферы небес. Эти воины не скрывали свою силу и полностью высвобождали всю свою могущественную ауру. Таким образом они предупреждали тех, кто был за пределами озера, что на них лучше не нападать. Три группы в центре озера были самыми сильными во всем древнем городе. Эти три команды полностью захватили центр озера и выпускали мощный импульс энергии. Они вытащили свои сокровища и были готовы убить любого, кто двинется в их сторону. Остальные шесть групп распределились вдоль краев озера. В каждой этой группы были воины 2-го неба сферы небес и они тоже обладали кучей сокровищ. Из шести этих групп, только три столкнулись с нападением воинов, что были за пределами озера. У этих трех групп в составе было только по одному воину 2-го неба сферы небес, а следовательно из сила была намного меньше. Все воины за пределами озера заметили это и яростно набросились на три группы, желая занять их место. Воины трех групп подбросили идею экономии и энергии и используя все свои силы атаковали нападающих, а также надеялись этим напугать других воинов вне озера. Другие три группы были довольно сильными, хотя не дотягивали до тех, кто находился в центре озера. Они спокойно стояли и холодным взглядом осматривали все вокруг. Среди них был ниндзи из небесного дворца с двумя воинами сферы небес и еще пять других воинов, которые тоже носили форму небесного дворца. Все они расслабленно стояли с холодными усмешками на лицах сокровища. В их руках блестели и спускали мощную энергию, тем самым показывая, что они были готовы к применению в любой момент. Айя, Чися и Цаи остановились на некотором расстоянии от района озера и не решались подойти поближе, так как боялись быть втянутыми в этот хаос. Недалеко от озера валялись пара десятков трупов. Все они были убиты в бою за место в озере. Вокруг озера шла ожесточенная битва. Некоторым группам время от времени удавалось убить другие группы в озере и они занимали их места. Как только новая группа занимала место в озере, она тут же подвергалась нападению со стороны тех, кто желал заполучить их места. Ниндзи давно заметила Айя и Цаи, однако не пошел к ним. Вместо этого он оставался на месте и наблюдал за ними, предвкушая момент, когда их будут разрывать на куски демонические звери. Почему Шияна еще нет? Зоши смотрела на озеро с легкой паникой в глазах. Все эти люди сошли с ума. Если они продолжат, то половина из них будет убита еще до того, как придут демонические звери. Раз Шиян уверен в своих силах, значит с ним точно ничего не случится. Зоши, не нужно беспокоиться. Этот парень необычный человек. Чесио слегка улыбнулся, всего за несколько лет он достиг третьего небосферы нирваны. Я даже представить не могу, как он на это способен. Ха, я то думал, что ты обладаешь превосходным талантом, но талант этого ребенка значительно выше твоего. Зоши, постарайся позже приложить больше усилий, сказал Зосю смотря на нее. Бум. В этот момент один воин в озере получил заряд энергии и взорвался. Его кровь и внутренности разлетелись по всему району вокруг озера. Чесио лениво поднял руку и сформировал перед своей группой барьер из белого дыма, который заблокировал летящую в них кровь. Это ужасно. Люди здесь намного сильнее, чем в торговом союзе. Торговый союз слишком безопасное место. С тех пор, когда мы вошли в это место, то потеряли всех своих людей. С грустным вздохом сказал Зосю. Зоши прикусила губу и сказала, мы не должны были приходить сюда. Здесь так опасно, что даже вы можете умереть. Чесио лишь молча вздохнул. Шиян здесь. Вдруг вскрикнула Айя. Цаи, Чесио и другие тут же развернулись. Огромная серая торнадо медленно приближалась к ним. Десятки трупов кружились в этом торнадо. Две десятка демонических зверей преследовали это торнадо. Они хотели на него наброситься, но не могли. Шиян из торнадо посматривал на демонических зверей со зловещей улыбкой. Быстрее. Похоже сюда идет еще один сильный воин. Если не поторопимся, то не успеем занять место. Кто он вообще такой? Я его раньше не встречал. Может он состоит в какой-то древней фракции? Скорее всего, если он не из семи древних фракций, тогда почему он такой сильный? Воины вокруг озера тоже заметили Шияна. Увидев десятки трупов в торнадо и столько же демонических зверей, мчащимися вслед за ним, у всех этих воинов побледнели лица от страха. Никто не мог обвинить их в трусости, так как и без того стрессовой обстановки такая картина добила их нервы. Даже если Шиян был в третьем небе сфере нерваной он успешно добился нужного эффекта и вселил страх во всех воинов. От этого торнадо, что находилось в сотне метров от них, воины чувствовали исходящую мощную хаотичную энергию. Любой мог почувствовать, насколько мощным было это гравитационное поле. Увидев приближающегося Шияна, воины за пределами озера после небольших колебаний разбежались в разные стороны. Они не смели блокировать ему путь. Взгляды трех сильнейших групп из центра озера также упали на огромное серое торнадо. Выражение лица Ниндзи резко изменилось и он быстро сказал «это он». Услышав его слова, глаза воина из Небесного Дворца во втором небе сферы небес засияли, глядя на Шияна. Черт, похоже мы снова потеряли шанс. Этот ублюдок слишком силен и одной из шести команд в озере точно не повезет. Да и нам тоже не повезло. Если мы не поторопимся, то будем сожраны этими проклятыми зверями. Подождем удачного момента. Пока есть хоть какая-то возможность, мы сможем протиснуться в озеро. Главное пусть этот гад спокойно пройдет, иначе он и нас прихлопнет. Воины вокруг озера переговаривались с яростными лицами. В этой ситуации они были готовы на все, чтобы выжить. «Шиян, мы здесь!» Крикнул Ацзоши, помахав ему рукой с радостным лицом. Шиян ухмыльнулся, услышав голос девушки и направил гравитационное поле в их сторону. Увидев приближающиеся серые торнадо, воины вокруг озера быстро разбежались в разные стороны. Три группы в центре озера неотрывно смотрели на приближающегося Шияна. Как только он подошел поближе, на лица этих воинов появился страх. На небольшом расстоянии они почувствовали, как несколько видов энергии хаотично переплетаются между и формируют это ужасное торнадо. Никто из них не был уверен в том, что сможет выбраться их этого торнадо, если попадет в него. Стаметровая серая торнадо продолжала медленно двигаться вперед. Как только звери за гравитационным полем увидели впереди воинов, они тут же рванули на них. Чуть больше десятка зверей не были какой-то страшной силой, однако еще большее их количество было не так уж и далеко. Ситуация становилась все опаснее и опаснее с каждой секундой. Подойдя как можно ближе к озеру, Шиян покинул гравитационное поле, оставив его вращаться на одном месте, а затем с хмурым лицом посмотрел на 9 групп в озере. После беглого взгляда Шияна, все 10 групп напряглись. Они сжали сокровища в руках и неотрывно смотрели на Шияна. Эй, девочки! Шиян указал пальцем на ниндзи и других воинов небесного дворца, выходите давайте, это наше место. Лица ниндзи и одного воина второго небосферы небес стали холодными. А я, Цаи, там наша цель. Шиян качнул головой в сторону ниндзи, у нас мало времени, по-быстрому прикончим их и отдохнем. А я, Цаи и остальные одновременно кивнули. Глава 393. Победитель как только Шиян закончил говорить, он тут же отправил гравитационное поле прямо к группе ниндзи. Увидев приближающееся к ним гравитационное поле, три группы воинов из центра озера с мрачными лицами посмотрели на Шияна. Гравитационное поле являлось смесью различных типов энергии. Чем больше разных видов энергии в нем присутствовало, тем сильнее оно становилось. Хоть Шиян находился в третьем небе сферы нирваны, мощи этого гравитационного поля было достаточно, чтобы напугать даже воина сферы небес. Шиян запрыгнул в гравитационное поле и стал приближаться к группе ниндзи. Внезапно по гравитационному полу закружили золотые шелковые нити. Они заполняли собой все пространство торнадо, кроме центра. Лица воинов из группы ниндзи резко изменились. Будучи членами небесного дворца, они хорошо знали насколько опасны нити золотого шелка. Хоть они сами не культивировали навык на основе золотого шелка, они все видели и слышал о нем от других учеников. Поэтому увидев в гравитационном поле золотые нити, ниндзи с товарищами старались избегать близкого контакта с ним. Мелкий, делай все что захочешь, но не смей приближаться к нам. Если заденешь нас, то мы объединимся и убьем тебя, сказал один воин третьего небосферы небес, чье лицо было усеяно шрамами из другой группы, когда увидел приближающееся гравитационное поле. Другие воины третьего небосферы небес из последней группы в центре озера холодно посмотрели на Шельяна. Серебряное озеро было небольшим, а гравитационное поле Шельяна занимало много места. Как только поле войдет в озеро, то оно непременно навредит всем воинам в нем. Шельян посмотрел на этого воина и равнодушно сказал, не беспокойся, нам нужно лишь место в озере, так что вас я не трону. Всего в озере было девять команд, в трех командах присутствовали воины третьего небосферы бедствия. Злить таких людей не очень хорошая идея. Именно поэтому Шельяну приходится тщательно контролировать гравитационное поле, продвигая его вперед на низкой скорости. Остальным командам на действие Шельяна было пофиг, пока они не касались их самих. Им было не важно умрет группа ниндзи или нет. Ты слишком высокомерен. Холодно сказал воин второго небосферы небес из группы ниндзи и отскочив назад, покинул озеро. Заметив движение этого человека, ниндзи и другие воины уже поняли, что должны начать действовать, иначе Шельян их просто вытеснит из озера гравитационным полем. Как только тот воин выскочил из озера, остальные члены группы ниндзи после небольших колебаний последовали за ним и на огромной скорости понеслись в сторону Чися, Айя и Цаи. Наконец-то вы вышли. Холодно сказал Шельян с легкой улыбкой. Он ждал, когда группа ниндзи покинет озеро, чтобы задействовать гравитационное поле на полную. В этот момент медленно плывущая торнадо резко изменила траекторию движения и мгновенно поймала трех воинов небесного дворца. Эти три воина думали, что это гравитационное поле не может быть таким быстрым и из-за своей небрежности были пойманы им спустя долю секунды после выхода из озера. За пару мгновений три воина третьего небосферы нирваны были обмотаны золотыми шелковыми нитями и даже не успев вскрикнуть, превратились в кучу мелко нарезанного человеческого мяса. Следом это мясо под действием силы гравитационного поля превратило 7 мелкий фарш. У других воинов в озере от такой картины чуть не остановилось сердце. Они посмотрели на Шельяну со страхом в глазах и подсознательно одновременно сделали шаг назад. Чися издал громкий крик и выпустил из своего тела поток густого серого дыма, который заполнил все пространство в радиусе 10 метров от него. Внутри этого серого дыма прокатывались волны мощной энергии. Затем Чися поднял руку и выпустил серебряную ленту из рукава. Эта серебряная лента быстро пронзила воздух и обернув воина второго неба сферы небес, потащила его в серый дым. А яйца и с холодными лицами одновременно запустили в двух других воинов сферы небес из небесного дворца денежную власть вместе с кольцами сияющего света. Шиян громко рассмеялся как сумасшедший. Негативная энергия потекла по его телу. Переведя взгляд на ниндзи, он влил в руку немного звездной энергии и запустил в него печать жизни. Ниндзи холодно усмехнулся. Он не верил, что какой-то воин сферы нирваны сможет причинить вред ему, воину сферы небес. Ниндзи коснулся трех зеленых колец на руке и через мгновение из них вылетела энергия элемента земли. Эта энергия была настолько мощной, что казалось она была самой сутью земли. Энергия из трех колец закрутилась перед ниндзи. Следом ниндзи достал кристалл глубокого ци и направив энергию из него в суть земли, благодаря чему этот небольшой вихрь стал сильнее. Затем он выстрелил этим вихрем прямо в Шияна. В этот момент огромная печать жизни Шияна, что содержала в себе частицу концепции жизни врезалась в суть земли. Бабах. Два типа энергии, что содержали в себе концепции столкнулись. От этого столкновения случился огромный красивый взрыв, который потряс всех вокруг. Сама жизнь не имела каких-либо правил или черт и именно поэтому каждое существо может считаться уникальным. Пока у этого существа есть сознание, он обладает ценнейшей вещью на свете – жизнью. В тот момент, когда печать жизни была выпущена, внутри нее появились силуэты разных существ. Этими существами было не что иное, как концепция жизни. Эти существа без какого-либо препятствия уничтожили вихрь, в котором содержалась концепция земли. Хоть Шиян находился в сфере нирваны, его понимание концепции жизни было более глубоким, по сравнению с пониманием ниндзя концепции земли. Это понимание концепции было частью сил воинов и их мощь напрямую зависела от того, насколько хорошо воин познал суть той или иной вещи. Буквально с первых дней в этом мире Шияну приходилось часто сражаться. В большинстве своих сражений он находился на грани смерти. Хоть смерть Шияна и не страшила, он все равно изо всех сил старался выжить. Такое желание выжить было свойственно любому существу и полностью соответствовало сути жизни. Из-за этого он хорошо понимал концепции жизни, которые во много раз усиливали печать жизни. Так как его уровень понимания концепции превосходил уровень ниндзя, то и справиться с его навыками не составляло особого труда. Печать жизни на огромной скорости смела суть земли ниндзи, из-за чего тот замещался на мгновение и это дорого ему обошлось. Печать жизни с невероятной силой врезалась в тело ниндзи. От такого удара ниндзи подбросила в воздух, а из тела доносились громкие трещащие звуки. Похоже его кости не смогли выдержать этой атаки. Ниндзи приземлился на землю с множествами ран, из которых сочилась кровь. На чистых участках лица можно было разглядеть побледневшую кожу. Его глаза выражали смесь неверия, шока и боли. И ты называешь себя воином сферы небес? Шильян холодно усмехнулся. Твое понимание концепции невероятно низкое, иначе бы я не смог тебя так ранить будучи еще в сфере нирваны. Если бы моя атака не смела твои концепции земли, то на твоем месте был бы я. Ха. Ниндзи внезапно вырвала огромным потоком крови, а его глаза слегка потускнели. Шильян не только нанес физические раны печатью жизни, но и словом добил уверенность Ниндзи. Воину просто необходимо быть уверенным на 100% в себе, чтобы выжать максимум сил. Когда человек не уверен в себе, то он едва ли может показать и половину того, на что способен. И вот сейчас Ниндзи потерял веру в себя и свои силы. Шильян сделал это специально, заставив Ниндзи думать, что он уступает Шильяну в силе. И как только эти мысли появятся в голове Ниндзи, он тут же почувствовал слабость. От этих мыслей даже его глубокая ци стала хаотичным. Пришедший в хаос глубокая ци сильно повредила внутренние органы Ниндзи, из-за чего он выплюнул поток крови. Эта кровь стала знаком для всех, что Ниндзи полностью сломался как воин. Воины третьего небосферы небес посмотрели на окровавленного Ниндзи и молча покачали головой. Затем они одновременно с серьезными взглядами посмотрели на Шильяна. Физически уничтожить человека может любой, однако уничтожение воли требует большого ума, решимости и безжалостности. Шильян же был одним из тех типов людей, которые абсолютно уверены в себе. Более того, он твердо верил в то, что лучше всех и любой воин перед ним всего лишь ступенька на его пути. Такой тип воинов был самым страшным. Ты мне не противник, сказал Шильян с суровым лицом спокойно подходя к Ниндзи. Он не спешил добивать противника и продолжал уничтожать его морально. Ниндзи сидел на одном месте неподвижно. Его парализовало от страха. Глава 394. Понять суть сражений все воины в районе озера смотрели на Ниндзи молча вздыхая про себя. Они знали, что жизнь Ниндзи подошла к концу. Бедняжка. Ты в первом небе сферы небес, но тебя отмудохал воин сферы нирваны. Хэм, ты вроде говорил, что обладаешь редчайшим талантом в культивировании. У меня вопрос, как ты смог прорваться в сферу небес, если не смог выдержать мой удар. Все дело в духовных таблетках. Да, ахахахаха. Ты наверное сожрал огромное количество этих таблеток, чтобы достичь такого уровня. Шильян безжалостно извергал слова. В центре озера все воины третьего неба. Сферы небес неотрывно смотрели на Шильяна. Со стороны казалось, что он не спешил расправиться с Ниндзи, однако непрерывно унижал его. Это заставило воинов в центре озера насторожиться. Слушая усмешки Шильяна, лицо Ниндзи становилось все бледнее, а в глазах была смесь сильного недоумения и паники. Он растерял всю уверенность в себе и лихорадочно думал о том, как убежать от этого ужасного человека. Эта мысль стала его последней. Увидев, как Ниндзи быстро водит глазами из стороны в сторону, ища способ побега, окружающие воины печально вздохнули и мысленно помолились за упокой его души. Тот воин, что даже не думает сражаться, а лишь надеется на шанс сбежать, уже ясно говорит о том, что он мертв. Что и случилось? Шильян выстрелил печатями жизни и смерти. Печать жизни и печать смерти, в которой содержались частички концепции жизни и смерти, слились в полете в одну печать, что мгновенно врезалось в тело Ниндзи. Увидев летящую в него печать, Ниндзи дернулся в сторону, пытаясь убежать, однако ему это не удалось. Ниндзи попал в лапы смерти. Как только печать жизни и смерти коснулась тела Ниндзи, то мгновенно уничтожила все оборонительные сокровища на теле, а затем отключила все процессы в организме. Бам! Печать жизни и смерти с огромной силой впечатала Ниндзи в землю, а затем взорвала его тело. Кровь, мелкие кусочки костей и плоть разлетелись в разные стороны. Шильян медленно подошел к Ниндзи и начал ощущать, как глубокая цель его противника проникает в тело. Он начал гордиться в сердце тем, что смог убить противника, что был сильнее его в два раза, хотя тот умер из-за своей тупости. Если бы Ниндзи не испугался и не потерял уверенность в себе, то сейчас мертвым валялся бы Шильян. Однако Ниндзи сглупил и растерял всю храбрость и уверенность в себе, что позволило Шильяну легко убить его. Эта битва также дала Шильяну небольшое прозрение. Он понимание, почему для воина так важна сила воли и понимание концепций. После этого боя он узнал, почему не следует драться с соперниками сильнее себя. Если разрыв в силе между соперниками велик, то более слабому будет очень худо. К тому же понимая это, слабому станет намного труднее высвобождать всю свою силу. Естественно у более сильного человека будет уверенность в себе. Эта уверенность позволяет выжимать максимум силы и возможностей из своего тела. В борьбе таких людей сильной будет становиться только сильнее, а слабый станет слабее. Ничего другого не произойдет. Если слабому захочется бросить вызов сильному, то он сначала должен победить менталитет. Только будучи уверенным на 100% в себя и своей силы он не поддастся страху и продемонстрирует все, что у него есть. Только благодаря особому менталитету и силе воли, воин мог выйти за пределы своих возможностей и убить того, кто сильнее. Шильян много раз выигрывал в обычных битвах и не задумывался о чем-то таком. Однако сегодня он впервые понял, что бой – это не только противостояние двух сил, но и битва умов. Иногда один бесстрашный порыв мог компенсировать любые недостатки в силе. С этими мыслями Шильян перевел взгляд на воинов третьего небосферы небес, что стояли в центре озера. В его глазах блестел странный огонек. Когда эти парни предупредили его, у Шильяна действительно думал, что не стоит раздражать их. Он слегка побаивался перевеса в силе, которым они обладают. Однако после битвы с Ниндзи его мышление стало совсем другим. Он чувствовал некую радость, поскольку его мысли кардинально изменились. И подкрепляя такое мышление своими стальными нервами, Шильян стал невероятно уверенным и высокомерным. Если бы в этот момент появился воин сферы духа, то Шильян ничуть бы не испугался его и бросился сражаться с ним. Воины в озере неотрывно смотрели на Шильяна, который менялся прямо у них на глазах. Теперь от него веяло величием и высокомерием, а не опасением, что четко ощущалось раньше. Эти воины нахмурились. Они догадались, что если начнется бой с Шильяном, то его не испугает тот факт, что он находится ниже их на одну сферу. Ниндзи мертв. Давайте побыстрее разберитесь с остальными, если не хотите остаться снаружи. Громко сказал Шильян, направляясь в сторону Чися и посмотрев на Цзоши сказал, за мной. Цзоши была единственная, кто не участвовала в битве. Цзоши знала, что ничем не может помочь в сражении и даже будет скорее обузой. Таким образом она тихо слилась с толпой воинов и старалась не привлекать внимания воинов Небесного Дворца. Она поступила довольно умно и благодаря этому Шильян с остальными могли спокойно драться не беспокоясь за нее. Стоя в толпе Цзоши не обращала внимания на своего учителя и деда, что сражались с довольно сильными воинами. Вместо этого она смотрела на Шильяна. Просто наблюдая за битвой Шильяна и Ниндзи она осознала, насколько важен менталитет и сила воли в сражениях. Услышав крик Шильяна, Цзоши с мягкой улыбкой вышла из толпы и подойдя к Шильяну сказала, ты плохой парень, а из твоего рта льется слишком много грязи. Если бы ты говорил поменьше, то этот парень не помер бы такой печальной смертью. Шильяну смехнулся. Этот парень был невероятно неженкой и никогда не знал несчастья. Если он не смог вынести моих провокаций, то значит заслужил смерть. Говоря это, Шильян медленно вошел в озеро. Гравитационное поле, что заслоняло собой озеро, медленно отошло в сторону, открыв проход для своего хозяина. Многие воины за пределами озера молча смотрели на Шильяна и Цзоши. Заметив проход в озеро никто из них не двинулся вперед, а наоборот стали активно отходить назад, боясь, что Шильян неправильно поймет их взгляды и нападет. Зайдя с Цзоши в озеро, Шильян достал несколько демонических кристаллов и сказал, расслабься, возьми эти кристаллы и восстанови свои силы. Шильян недавно заметил, что у Цзоши, Чесиа и Цзосю было потрачено некоторое количество глубокого ци. Из каменного здания они убегали с уже потраченным запасом энергии. Когда Цзосю и Чесиа увидели демонические кристаллы в гравитационном поле у каменного здания, то чуть ли сами не прыгнули в поле от желания забрать эти кристаллы себе, ведь они, это единственный способ восстановить глубокое ци в этом месте. И конечно же, когда Цзоши получила в руки кристаллы, то от удивления громко вскрикнула, так много демонических кристаллов. Шильян покачал головой с кривой улыбкой, восстанови свои силы до максимума. Когда твой дед и Чесиа придут, я дам им достаточно демонических кристаллов для полного восстановления. Спасибо. Ты действительно не забываешь своих друзей. Цзоши посмотрела на Шильяна и ослепительно красиво улыбнулась. С тех пор как ты покинул торговый союз, от тебя не было никаких вестей. Мы даже подумали, что ты позабыла всех. Дедушка Ши часто интересовался, поступали ли от тебя какие-нибудь вести. Я даже начала думать, что ты неблагодарный козел. Ну зато теперь я тебя прощаю. Цзоши похоже была на него немного обижена. Она воспользовалась этой возможностью, чтобы сказав все, о чем думала. Ши Ян внезапно погрустнел и пробормотал. Я действительно разочаровал клан Ши. Войдя в Бескрайнее море он редко вспоминал о своих родственниках в клане Ши. Когда он был еще в торговом союзе, то единственными кто к нему с любовью и заботой относились были его отец Ян Хай и дед Ши Цзян. Клан Ши очень помог ему. Поняв, что у него есть огромный потенциал, они не стали держать его у себя, а наоборот отправили в Бескрайнее море, чтобы он смог добиться более блистательного будущего. Услышав слова Цзоши, Ши Яну стало очень стыдно и он не мог перестать думать о том, что с ним произошло в торговом союзе. Затем он решил, что в один прекрасный день вернется в клан Ши и поможет им стать величайшей силой не только в пределах торгового союза. Мы сдаемся. Я отдаю вам эту позицию. В этот момент раздался голос воина второго небосферы небес из Небесного Дворца. Увидев, что его соратники умирали один за другим, он понял, что группу Ши Яна невозможно победить и решил сдаться пока не поздно. Как только он сдался, то оставшиеся воины Небесного Дворца тут же отскочили в стороны и подняли руки вверх. У нас все еще есть шанс. Воин второго небосферы небес из Небесного Дворца посмотрел в сторону озера и сказал, мы не можем удержать наше место, но зато сможем отобрать его у кого-нибудь другого. Они не единственные в озере. Пять групп воинов, что стояли на краю озера, услышали его слова и приготовились к битве. Очень хорошо. Ши Ян посмотрел на Чи Ся и остальных, раз они так умны, то не будем убивать их. Незачем зазря тратить силы. Идите сюда и восстанавливайте силы. Заодно посмотрим шоу. Услышав слова Ши Яна, Чи Ся, Айя, Цаи, братья Ла одновременно кивнули и пошли к нему. Как только все вобрались вокруг Ши Яна, то он сразу поставил гравитационное поле перед своей группой. Если вдруг кто захочет убить их, то ему сначала придется пройти через гравитационное поле. Гравитационное поле было неким барьером, который одним только своим видом выбивал из других воинов мысли о нападении на эту группу. Глава 395. Минуты отдыха огромная армия демонических зверей подошла близко к району, в котором находилось Серебряное озеро. Воины, что находились за пределами озера, бросились в последнюю атаку сразу, как только заметили зверей. Ослепительные вспышки света и громкие звуки взрывов в перемешку с криками вновь раздались возле озера. Ши Ян сидел в центре озера и вращал гравитационное поле вокруг своей группы, отпугивая других воинов. Ни один воин в этом месте не смел выбрать их своей целью. А я, Цаи, Ла-Ли-Ла-Лун полностью положившись на Ши Яна достали свои демонические кристаллы и начали восстанавливать запасы глубокого Ци. Чи Ся, Цзосю и Цзоши чувствовали себя немного смущенными. Ши Ян не только поделился с ними демоническими кристаллами, но и обеспечил защиту от отчаянно сражающихся воинов. Как только группа Ши Яна села на свое место, три сильнейшие группы воинов в центре озера прекратили внимательно наблюдать за ними. В этих трех группах находились воины третьего небосферы небес, которые сидели перед своими спутниками и защищали их. Воины вне озера боялись связываться с ними и поэтому пытались отобрать место у других пяти групп. Ши Ян сидел в озере с хмурым лицом и молча контролируя гравитационное поле, наблюдал за сражением воинов. Затем он выпустил из этого гравитационного поля небольшое торнадо и направил его прокатываться по окраинам озера, для сбора трупов только что убитых воинов. Более десятка трупов были захвачены этим небольшим гравитационным полем. Огромное количество энергии из их тел хлынуло в меридианы Ши Яна. Пока люди вокруг него отчаянно сражались за свою жизнь, он решил воспользоваться этой возможностью, чтобы собрать с трупов энергию для увеличения своей силы. Множество людей яростно сражались друг с другом и новые трупы появлялись каждую секунду. Прямо в этот момент Ши Ян не шевельнув и пальцем получал огромную выгоду из сложившейся ситуации. Ему все больше и больше начинал нравиться черный ядовитый туман. Ши Ян холодно ухмылялся про себя, чувствуя как чужая энергия течет по его жилам. Как только он почувствовал легкую боль в меридианах, тот тут же убрал маленькое гравитационное поле обратно в большое. Не то чтобы Ши Ян не хотел собрать больше энергии, просто он не должен быть слишком жадным в нынешней ситуации. Это место было очень опасным и если ему снесет крышу от переизбытка энергии, то последствия будут печальными. Покончив со сбором энергии с мертвых, Ши Ян продолжил оглядываться вокруг, наблюдая за бойней впереди и приближающейся ордой демонических зверей. И вскоре звери подошли к озеру со всех сторон. Они яростно набросились на воинов, что находились за пределами озера. В одно мгновение местность вокруг озера превратилась в невероятно жестокое поле битвы. Воинам приходилось не только сражаться друг с другом, но и отбиваться от нескончаемого потока демонических зверей. За пределами озера воины гибли в огромных количествах. Большинство их них заканчивали в пасти зверя или в его желудке. Многие воины в озере были в легкой панике. Они знали, что вода из озера смертельна для зверей, но побаивались внезапного исчезновения такого свойства воды. Стоит только озеру потерять свою мощь, как огромная толпа зверей тут же рванет к людям и разделается с ними за считанные секунды. Такая перспектива многим казалась реальной и их лица выглядели так, будто уже с этим столкнулись. Жестокая битва между людьми и демоническими зверями завершилась примерно за 10 минут. Воины Небесного Дворца последовали за Ниндзи на тот свет. Нескольких из них убили воины из озера, а остальных растерзали звери. За пределами озера остались лишь тысячи различных демонических зверей и разорванные тела людей. Эти демонические звери смотрели безумными глазами на воинов в озере и скалились окровавленными клыкастыми пастями. Они полностью окружили озеро, но при этом не смели и входить в него. Кажется, это маленькое серебряное озеро наше единственное место спасения от демонических зверей. Сказала Айя и нахмурилась. Жалко тех воинов, которые не смогли попасть сюда. Такая ужасная смерть. Черный ядовитый туман действительно жестокое место. Любой желающий секретное сокровище должен обменять свою жизнь лишь на попытку получить его. Цаи и Лали одновременно кивнули с мрачными лицами. Шиян, на этот раз ты нас вновь выручил. Без тебя мы бы не смогли отбить место у людей из Небесного Дворца. Сказала Лали с искренней благодарностью, и без тебя мы бы с братом не попали сюда. Лали и Лаолун хорошо понимали, что если бы не приказ Шияна, то Айя и Цаи не понесли бы их. Просто передвигаясь на своих двоих, они никогда бы не дошли до Серебряного озера. Теперь два брата считали Шияна своим истинным лидером и восхищались им. Они признали его всем сердце, в отличие от Айя и Цаи, которые все еще имели недобрые мысли на его счет. Я лишь делал то, что должен. Шиян слегка улыбнулся, мы с вами многое пережили и поэтому считаю своими друзьями, а своих друзей я не предаю. Сказав это, Шиян перевел взгляд на Айя и Цаи. В этот момент два брата, с сияющими от восхищения глазами, одновременно кивнули. Айя и Цаи в свою очередь лишь фыркнули с мрачными лицами. Не расслабляйтесь. Демонические звери лишь одна из проблем. Молния, огонь, смерч и лед все еще идет в нашу сторону. Это небольшое озеро может остановить зверей, но четырем стихиям оно точно по барабану. Сказал Шиян с серьезным лицом, нам нужно быть максимально осторожными. Как только стихии подойдут, нашей основной задачей становится оборона. На лицах Айя и остальных появилось легкое напряжение. Шиян, как ты смог достичь третьего небосферы нирваны? Внезапно спросил Ацзоши, подсев в Шияну поближе, я помню, что когда ты покидал торговый союз, то все еще находился в сфере бедствия. Теперь же ты находишься на третьем небе сферы нирваны спустя всего восемь лет. Твоя скорость культивирования невероятно быстро. Чися и Цзосю с любопытством посмотрели на Шияна. Что? Выражение лица Цаи тут же изменилось. Она резко посмотрела на Шияна и с неверием спросила, ты перешел из сферы бедствия в сферу нирваны всего за восемь лет. Лица Аяя и двух братьев Лаа стали бледными. Они посмотрели на Шияна как на монстра. Шиян с равнодушным лицом сказал, мне просто повезло. Шиян, что ты здесь делаешь? Разве ты не должен быть в бескрайнем море с кланом Ян? Спросил Цзосю, а затем с выражением лица, будто что-то вспомнил. Сказал, точно. Твой дед попросил нас узнать о тебе, если вдруг мы кого-то встретим из клана Ян. Как ты у них вообще жил? Как они к тебе относились? Ты попадал в какие-нибудь неприятности? Клан Ян. Шиян покачал головой с кривой улыбкой. Давайте вам потом обо всё расскажу, а то это займёт много времени. Лучше расскажите, как там дед поживает? С ним всё хорошо. Вместе с нашим кланом, клан Ши стал доминирующей силой в торговом союзе. Кланы Беймиг, Мойлинг почти полностью уничтожены. Прямых членов этих кланов осталось не больше десятка, а воины, что просто работали на них, присоединились либо к клану Цзо, либо к клану Ши. Цзо Сю широко улыбнулся. Благодаря тебе два клана стали сильнейшими в торговом союзе. Никаких проблем не возникало во время моего отсутствия, невзначай спросил Ши Ян. Улыбка на лице Цзо Сю пропала, а в глазах появилась печаль. Тяжело вздохнув, он сказал, с большими проблемами мы пока не сталкивались. Однако Огненная Империя и Империя Божественного Благословения начали давить на нас, вражда между ними вновь разгорелась и она начала затрагивать торговый союз. Они хотят заимствовать наши силы в своей новой войне и не дают нам оставаться нейтральными. Скорее всего в ближайшем времени они вообще не дадут нам спокойной жизни. На самом краю материка Грейс находились рядом друг с другом торговый союз, Огненная Империя и Империя Божественного Благословения. Среди них торговый союз считался самым слабым. После уничтожения кланов Бейминг, Мойлинг, количество сильных воинов в Торговом Союзе резко сократилось. Из-за этого две империи начали запугивать союз и затягивали в свои авантюры. Выслушав рассказ Цзо Сю, Шиян кивнул и сказал, как только у меня выдастся время, я разберусь с Огненной Империей и Империей Божественного Благословения. Однако сперва нам нужно покинуть Черный Ядовитый Туман. Эх, еще в Бескрайнем Море до хрена проблем. Услышав последние слова Шияна, Цзо Сю и остальным стало любопытно. Однако Шиян дальше не стал ничего говорить. Вам пора прекращать вспоминать о былых деньках. Неприятность снова посетили нас. Сказала Аяя и указала на огромную молнию вдалеке. Молния дойдет до нас первой. Нам срочно нужно придумать, как справиться с ней. Невероятно большое количество молний извивались в воздухе очень близко друг к друге, что сдалека казались одних огромным разрядом молнии. Молнии вошли в город и превращали в пыль любое каменное здание, которого касались. Посмотрите на небо. Внезапно вскрикнул один воин третьего неба сферы небес. Шиян подсознательно поднял голову. В месте пересечения двух рек скапливались трупы и формировали некое подобие моста, который постепенно опускался в озеро. В реках плавали яркие шары света с темными силуэтами внутри них. Если более пристально приглядеться, то этими силуэтами были мечи, доспехи, шпильки, камни и еще огромное количество различных вещей. Сокровища. Воины в озере загудели от волнения. Все они хотели захватить себе эти сокровища. В центре озера шесть воинов третьего неба сферы небес встали один за другим и быстро осмотрев всех вокруг уставились на группу шияна холодными взглядами. У них явно были недобрые намерения. Глава 396. Печать горы рек осторожно. Внезапно вскрикнул Чесио с мрачным лицом. Он подсознательно сжал пальцы на руках и выпустил из ногтей потоки густого серого дыма. А яйца и напряглись. Они наблюдали за приближающимися вдалеке молнией, огнем, смерчем и льдом. Также девушки мельком поглядывали на воинов в озере, опасаясь того, что они начнут действовать из-за жадности к сокровищам наверху. Распространяющиеся энергетические колебания из места пересечения двух рек стали более жесткими. В том месте стали происходить какие-то необычные изменения. Трупы, что плавали в двух реках, были затронуты этими колебаниями энергии и собравшись в пересечении, начали опускаться вниз. Эти трупы образовывали лестницу, которая постепенно спускалась с неба. Лестница, которую создают эти древние трупы, ведет в точку пересечения. Когда лестница будет закончена, все команды начнут вновь сражаться за право подняться по ней. Сказала Айя и вынула фиолетовый камень, на котором был выгравирован пейзаж горной цепи с реками. В этот момент концепция ветра окутала пересечение рек. Камень в руки девушки стал излучать мутный фиолетовый свет. Пейзаж на камне в этот момент будто бы ожил. Глядя на камень через этот фиолетовый свет, казалось, что реки потекли с горной цепи так, будто были настоящими. Айя погрузила свое сознание в этот камень. Из ее тела внезапно вылетели слабый поток разной концепции. Затем она влила в камень немного глубокого ци и сформировала с ним связь. Айя медленно открыла глаза и посмотрела на Шияна. Это печать гор и рек, сокровище святого уровня. Как только четыре стихии приблизятся и три команды начнут действовать, я активирую эту печать. Она задержит их ненадолго и мы воспользуемся этим, чтобы подняться по мосту из трупов. Как только цаи Ла-Ли Ла-Лун увидели печать гор и рек, то их глаза тут же загорелись. По их выражению лица было понятно, что они знали как и для чего нужно использовать эту печать. Шиян посмотрел на Айя и кивнул. Похоже она решила воспользоваться одним из своих козырей. Айя пришла из Белого Имперского города и являлась дочерью главы этого города. Отца Илали Шиян узнал, что глава Белого Имперского города был довольно могущественным воином. Наличие каких-либо сильных сокровищ Айя ничуть не удивило Шияна. С тех пор как Шиян присоединился к группе, он постоянно наблюдал за Айя и заметил, что она всегда скрывала свою реальную силу. В бою Айя использовала в основном разные сокровища. Раз Айя решила воспользоваться сокровищем и в этот раз, то значит она была уверена в его силе. Хаймым, будьте на готове. Как только Айя активирует печать гор и рек, то сразу начинайте бежать. Сказал Шиян посмотрев на Чи Сиа, Цзосю и Цзоши. Цаи и братья Лаа тоже прибыли из Белого Имперского города, поэтому знали на что способна печать гор и рек. Однако группа Чи Сиа понятия не имела, что это вообще за сокровище. Шиян опасался того, что они неправильно поймут ситуацию и не успеют убежать, поэтому он предупредил их. Чи Сиа в ответ кивнул с серьезным выражением лица. Маленькая Ши, придерживайся своего учителя и ни в коем случае не отходи от него далеко. Прошептал Цзосю и серьезно посмотрел на Цзоши, если ты с Чи Сиа разделитесь, то тебе необходимо держаться Шияна. Ты самая слабая из нас, поэтому тебе нет нужды сражаться. Твоя самая главная задача – сохранить свою жизнь. Ци Сиа находился во втором небе сферы небес и поэтому считался сильнейшим в этой группе. Цзосю был знаком с Чи Сиа уже давно и поэтому знает на что тот способен. Он был уверен в том, что Чи Сиа сумеет защитить Цзоши. Что касается Шияна, хоть Шияны находился в сфере нирваны, но проявленная им сила вызывала у Цзосю восхищение. Сам Цзосю тоже находился в сфере нирваны, но при этом хорошо знал, что в случае чрезвычайной опасности не сможет защитить Цзоши. Кроме того он не мог доверить безопасность своей внучке Ая, Ца или кому-то еще и поэтому сказал эти слова. Не волнуйся дедушка, я сама смогу позаботиться о себе. Нежно сказала Цзоши, а затем с небольшим беспокойством продолжила. Дедушка, ты тоже должен быть осторожен. Хоть сокровища ценные, но не стоит ради них рисковать своей жизнью. Пусть ты считаешься одним из сильнейших в торговом союзе, но здесь. Цзосю с кривой улыбкой покачал головой, но ничего не ответил. Ответа на это утверждение у него просто не было. Ситуация в черном ядовитом тумане была совершена иной, чем в торговом союзе. Здесь обитают воины начиная со сферы Нирваны и большинство из них были молодыми. Придя в это место на Цзосю накатила небольшая депрессия и он почувствовал, что все его жизнь была довольно жалкой. Он ощущал себя мелкой лягушкой на дне большого колодца. Цзоши решил про себя, что как только выйдет из черного ядовитого тумана, то пересмотрит планы на будущие клана Цзо. Он решил не ограничиваться одним лишь торговым союзом. Пока воины переговаривались между собой, лестница за это время выросла на 10 метров. В этот момент три сильнейшие команды больше не могли терпеть. Их глаза ярко вспыхнули и они начали атаковать ближайших к ним воинов. Три сильнейших группы сосредоточили внимание друг на друге, так как в их командах были воины третьего неба сферы небес и они считались главной угрозой. Однако они также время от времени бросали взгляды на четыре стихии и на группу Шияна. Лица Шияна, Айя и Чесиа стали холодными. Все они напряглись. Четыре стихии были не так уж далеко и первыми до их группу настигнут огонь со смерчем. Если же в это время им придется отбиваться от других воинов, то ситуация станет еще более смертельно опасной. Ждите моего сигнала, сказала Айя тихим голосом, который могли услышать только ее спутники. Она крепко сжала печать горы рек, которая стала сиять темно-фиолетовым оттенком. Вены на руке Айя, которой она держала печать, также засияли фиолетовым светом. Невероятно громкие и завывающие звуки ветра раздались недалеко озера. Смерч первым их четырех стихий достиг центра города. Смерч выпускал яростные потоки ветра, которые крушили все на своем пути. Внутри смерча постоянно вспыхивало какое-то странное свечение, похожее на блеск идеально заточенных мечей. Лица воинов у края озера тут же потемнели, как только звуки смерча достигли их ушей. Они посмотрели на него, одновременно достали все защитные сокровища, что были при себе и активировали их. Эти воины решили, что нет больше смысла скрывать свои силы и поэтому использовали все, что у них было. Зоши надела свою броню драконьей черепахи. Эта странная броня была сделана из черепашьего панциря и охватывала почти все тело. Только ее руки и ноги оставались открытыми. Зоши грустно усмехнулась, эта броня была тяжелой для нее и к тому же рисковывала движение. Шиян удивленно посмотрел на Зоши и сказал, похоже за эти годы ты поменяла свое мнение о броне драконьей черепахи. Отлично. Хоть внешне выглядишь не очень, зато довольно хорошо защищена. Зоши с покрасневшим лицом сказала, заткнись. Я без тебя знаю, как выгляжу. Не нужно мне об этом напоминать. Шиян усмехнулся про себя и перевел взгляд на гравитационное поле. Смерч начал как-то странно влиять на гравитационное поле. Смерч захватил все облака в небе и выдавливал из них воду, которая лилась во все стороны. Часть этой воды попала в гравитационное поле. Как только часть гравитационного поля вступила в контакт со Смерчем, то различные типы энергии в ней стали нестабильными. Они были затронуты Смерчем из-за чего их скорость вращения начала падать. Шиян тоже понял, что этот Смерч может уничтожить его гравитационное поле. Выражение его лица тут же изменилось. Он быстро расставил руки в стороны и выстрелил из них двумя потоками энергии. Золотые шелковые нити в гравитационном поле были окутаны этой энергией, а затем с золотой вспышкой перемешались в пространственное кольцо Шияна. Всего за три секунды все золотые нити оказались в пространственном кольце. Как только золотые нити покинули гравитационное поле, оно тут же было поглощено Смерчем. В мгновении различные типы энергии, из которых состояло гравитационное поле, разлетелись на разные потоки и развеялись в воздухе. Гравитационное поле исчезло без следа. Ахахаха. Один из воинов третьего небосферы небес громко рассмеялся и с презрением фыркнул, одной угрозой меньше. Три сильнейшие группы в озере остерегались Шияна только из-за гравитационного поля. Странных огромный вихрь с золотыми шелковыми нитями пугал их и считался самой большой угрозой. Теперь, когда гравитационное поле исчезло, они считали, что какой-то воин третьего небосферы Нирвана не сможет больше причинить им вред. В их глазах Шиян стал не больше, чем мошкой. В этот момент Айя подняла над головой печать горы и рек. Потоки фиолетовой энергии быстро распространились вокруг и накрыли собой все пространство, словно были сетью. Не спеши. Внезапно крикнул Шиян. Фиолетовые потоки энергии печати горы и рек пролетели над головами всех воинов и были буквально везде в пределах озера. Айя нахмурилась и крикнула, приготовьтесь. Остальные воины в озере холодно посмотрели на Айя и сосредоточили все внимание на ней. Глава 397. Предательство девчонка. Раз ты просишь смерти, то я тебе ее дам. С мрачным лицом произнес воин третьего небосферы Небес, чье лицо было усеянным шрамами и замахнулся. В небе над Айя появилась огромная ладонь из глубокого ци. Из центра ладони вырвалась сильная притягивающая сила. Рядом с этим воинов встал другой воин третьего небосферы Небес и посмотрел на людей впереди с презрением. Он медленно вытянул руку из которой мгновенно вылетел поток света и придал ему форму огромного питона. Этот питон бросился прямо к группе Шияна. В этот момент лестница из трупов коснулась озера. Выражение лиц Шияна и остальных тут же изменилось. Он с тревогой сказал Айя держаться за ним и вместе с Цаей принялся защищаться от огромного питона и света. Шиян, позаботься о малышке Ши вместо меня. Внезапно крикнул Чися и выпустил из рукава серый шар. Невероятно густой серый туман вылетел из этого шарика и принял форму стены перед питоном из света. Цаей холодно хмыкнула и коснувшись колец на пальцах, создала вокруг себя кольца из света и запустила их в питона. Зосю, Ла-Ли и Ла-Лун просто стояли на месте и не смели терять бдительность. Питон скрутил свое тело и качнул головой, а затем ярко вспыхнув, выпустил их тела множество пучков света. Пучки света словно мечи пронзили туманную стену Чися и врезались в кольца Цаи. Как только пучки света коснулись колец, то тут же взорвались вместе с ними, раскинув потоки энергии в разные стороны. Цаи была затронута одним потоком энергии и она отошла на три шага назад с побледневшим лицом. В это же время остальные две сильнейшие команды начали сражаться друг с другом и выискивали возможность рвануть крестницы из трупов. Айя активировала печать горы и рек. Фиолетовый свет вспыхнул между ее бровями. Печать горы и рек выпустила огромный поток фиолетовой энергии, который мгновенно заполнил все пространство над серебряной водой. Мощный импульс прокатился по фиолетовой энергии. Внезапно все воины в озере ощутили сильное давление. В их числе был и шиян. Эта фиолетовая энергия влияла на его духовное море. Из печати горы и рек хлынули колебания ментальной энергии, которые распространялись по фиолетовой энергии и затрагивали все воинов в озере. Духовное море всех воинов в озере подверглось влиянию печати горы и рек. Буквально за секунду все замерли с шокированными лицами. Айя резко взлетела. Она летела со скоростью молнии и пока все люди были ошеломлены, достигла лестницы. Айя быстро поднялась по лестнице из трупов прежде, чем кто-то успел хоть как-то отреагировать. Пять демонов духовного моря шияна внезапно проснулись. Шиян тут же восстановил свое сознание и посмотрел на Айя, которая поднялась по лестнице из трупов и исчезла в месте пересечения двух рек. «Твою мать!» – гневно крикнул шиян. Айя подставила их. Она не собиралась подниматься по лестнице с другими членами группы. Активация печати горы и рек требует время, а также привлекает внимание других воинов. Айя используя часи айца и выиграла себе необходимое время. Воины третьего небосферы небес были отвлечены и не смогли помешать активации печати. И во время этой секундой заминки Айя высвободила силу печати горы и рек, которая затрагивала духовное море. Затем она, воспользовавшись моментом всеобщего замешательством, первая поднялась по лестнице. Айя явно не считала людей из своей группы товарищами. Скорее всего она это все планировала в последние несколько дней. Также она использовала шияна, чтобы отвлечь от себя внимание других воинов. Затем Айя просто кинула их, когда выдалась возможность. И ей все это легко удалось. Поднявшись до вершины лестницы, Айя влила в печать больше глубокого ци, а затем бросила ее на лестницу. Печать горы и рек ярко вспыхнула и приземлившись выпустила множество пучков яркого света. Эти пучки окружили лестницу из трупов и сформировали барьер. Она не хотела, чтобы кто-то поднялся следом за ней. Злобно сука. Воин третьего неба сферы небес со шрамами на лице гневно заорал. Барьер печати горы и рек откидывал всех, кто посмеет приблизиться к себе, не позволяя даже пальцем тронуть лестницу из трупов. Неожиданно. Нынешнее молодое поколение очень хитрое, сказал воин, который выпустил питона из света. Холодно смотря на шияна и остальных, эта девушка ушла первой. Однако вы умрете до того, как она успеет вынести для вас сокровища. В этот момент одна половина воинов озера атаковали всеми силами барьер печати горы и рек, а другая смотрела на шияна и его группу недружественными взглядами. Это шлюха, тварь, шмара. Цаи, Лаолун и Лаоли сквозь скрип зубов выдавали все ругательства, которые знали. Айя просто воспользовалась ими, как только выпала возможность и сама побежала к лестнице. Это было слишком подло. От потока фиолетовой энергии невозможно было увернуться, если только владелец печати сам не пожелает, чтобы она обходила стороной конкретных людей. Цаи и братья Лао с холодным блеском в глазах проклинали Айя и всех ее предков. Лица Чися и Цзосю исказились. Они подсознательно сделали шаг назад и, встав перед Цзоши, приготовились к битве. Внезапно раздался крик. Один воин сферы Нирваны, что стоял на краю озера, был затянут в смерч. Внутри смерча из-за сильного ветра этого воина разорвало на мелкие куски. Его смерть была очень жалкой. Одна из стихий достигла озера. Лица всех воинов изменились. Воины, что находились ближе к краю озера, влили всю свою энергию в оборонительные сокровища и стали потихоньку отходить в центр озера. Все озеро погрузилось в хаос. Воины в центре озера сыпали всеми возможными проклятиями и постоянно били по барьеру печати гор и рек. Под непрерывными атаками барьер начал слегка колебаться и на нем появились небольшие трещины. Невероятно мощные атаки вырывались из сокровищ воинов третьего неба сферы небес. Яркие огни с силой ударяли по барьеру печати гор и рек, заставляя вздрагивать даже лестницу из трупов, что находилось за ним. Если так продолжится, то барьер печати гор и рек скоро будет уничтожен. Непрерывные атаки мощных сокровищ не сможет выдержать даже любое сокровище святого уровня, включая печать гор и рек. Его энергия постепенно истощалась и скоро оно станет обычным камнем странного цвета. А я пожертвовала одним из своих самых мощных сокровищ, чтобы заблокировать путь воинам и оставить их умирать от четырех стихий. Если бы ее план сработал, то она бы единственная получила все сокровища из двух рек на небе. Выбросить печать гор и рек, но при этом получить в сотню рад больше сокровищ не хуже этого. Она рассчитала все очень тонко. Печать гор и рек невероятно мощное сокровище. Его создал отец Айя, который находится на втором небе сферы духа. Следовательно печать может уничтожить только воин не слабее его. Печально произнесла Цая и стиснула зубы, если бы я знала раньше насколько эта сука злая, то не задумываясь прикончила бы. Ла Ли Ла Лун просто стояли с мрачными лицами. Нас кинули. Внезапно сказал Шиян, смотря на воинов в озере, эта девка наебала нас. Думаю сейчас не самое время пилить нас зловещими взглядами, поэтому нам всем необходимо найти способ уничтожить этот барьер. Воины в озере смотрели на Шияна и остальных яростными взглядами, ясно говорящими о желании убить их. Если эти воины начнут делать то, что задумали, то Цзусю и Цзуши не смогут даже куда-то убежать, не говоря уже о самообороне. Поэтому Шиян решил снизить градус ярости, сказав воинам, что они находятся с ними в одной лодке. «Я вас не трону, до тех пор пока не пойму, что мне не выжить», сказал воин третьего небосферы небес со шрамами на лице, не отвлекаясь от бомбардировки по барьеру. «Давайте пока займемся стихиями», со вздохом сказал Шиян, смотря на ЦА и ЧСА, и с неохотой активировал звездный щит. Бесчисленное количество пучков звездного света вырвались из его тела. «Что? Звездный щит?» Внезапно вскрикнул один старик из центра озера и удивленно посмотрел на Шияна, а затем крикнул, «Пацан, ты случаем не из секты трех богов?» В этот момент Шияна шарашенно посмотрел на него и спросил, «Что ты сказал?» Глава 398. «Северная стрела, пацан, ты один из членов культа Божественного света?» Внезапно вскрикнул воин средних лет с желтым морщинистым лицом. Шиян удивленно уставился на него, поскольку он был занят размышлениями о том, как защититься от стихии, то не понял, что имел в виду этот мужик. Поэтому он равнодушно переспросил, «Ты один из людей культа Божественного света, мелкий гаденыш?» Мужик хмыкнул с небольшим раздражением, однако его отношение к Шияна стало намного лучше, чем несколько секунд назад. Раньше он смотрел на Шияна убийственным взглядом, однако сейчас в его словах не было ни грамма ненависти. Шиян внезапно что-то понял, я получил боевой дух звезд в секте трех богов. Секта трех богов является побочной ветвью культа Божественного света в Бескрайнем море. Я, ясно, мужик с желтоватым лицом перебил Шияна и быстро крикнул, «Иди сюда!» Нам необходима твоя энергия звезд. Тебе нужно создать северную стрелу, а затем объединить ее с моей солнечной энергией и лунной энергией Ли Юэ. Этим мы сможем уничтожить барьер печати гор и рек. Стоящая рядом с этим мужчиной женщина-воин третьего небосферы небес кивнула. У Ли Юэ была довольно обычная внешность, слегка тощие телосложения и бледноватая кожа, которая говорила о том, что она давно не была на солнце. В тот момент, когда Ли Юэ увидела, как Шиян использует звездный щит, то была поражена. Как только она убедилась, что это действительно был звездный щит, то тут же изменила свое отношение к Шияну, будто бы узнала, что он являлся ее давно потерянным братом. До этого она смотрела на Шияна холодным взглядом, о котором ясно читалось желание прикончить его. Люди из культа Божественного Света пробормотала про себя Цаи. Шиян был ошеломлен. Подумав немного, он кивнул и взяв Цзоши за руку пошел с ней к центру озера. Цзоши с легкой паникой и озадаченностью посмотрела на Шияна. Чися им Цзошю в свою очередь улыбались от уха до уха. Похоже они поняли, что задумал Шиян. Цзоши была в сфере бедствия, это самый низкий уровень культивации среди всех воинов в этом месте. Если она останется на краю озера, то не сможет справиться с четырьмя стихиями. Хоть стихии медленные, но вскоре дойдут и тогда начнется настоящая катастрофа. Шиян забрал Цзоши с собой в центр озера, чтобы она была одной из последних, кто столкнется со стихиями. Возможно к этому времени барьера Я уже будет сломан и Цзоши сможет подняться по лестнице не получив никакого вреда. Кто она? Спросил желтолицый воин, когда увидел, как Шиян тащит за собой Цзоши. Моя жена, ответил Шиян со слабой улыбкой. Цзоши первоначально пыталась вырваться из хватки Шияна и про себя проклинала его. Однако заметив выражение Лит Чися и Цзошю поняла, что происходит и вздохнула с облегчением. Шиян хотел защитить ее. Цзоши тут же перестала вырываться и послушно пошла за Шияном. Услышав слова Шияна о том, что Цзоши его жена, воины из культа Божественного Света ничего не сказали. Пятеро из них разошлись в стороны, чтобы дать дорогу Шияну. Ты знаешь, как создать северную стрелу? Спросила Ли Юэ. Нет, ответил Шиян. Ты знаешь, как использовать звездную энергию для создания созвездий? Тебе хоть одно известно, вновь спросила Ли Юэ. Созвездие? Шиян кивнул головой, я знаю одно. Отлично, быстро выпусти его, а остальное сделаем я и Чжан Фин. Поторопись, сказал желтолицый воин по имени Чжан Фин, смотря на Шияна. Остальные две группы воинов в центре озера кажется знали о технике культа Божественного Света, которую они Ли Юэ упомянула. Услышав о северной стреле, глаза всех воинов в двух группах оживились и никто из них больше не смотрел на Шияна с ненавистью. Шиян активировал боевой дух звезд и выпустил из своего тела звездный свет. Этот свет собирался в семь пучков света над его головой, которые образовывали созвездие Большой Медведицы. Пойдет? Спросил Шиян. То, что нужно. Весело ответил Чжан Фин и из его тела тут же вырвалась волна яркой солнечной энергии. Лучи солнечного света выстрелили прямо в Большую Медведицу. В это же время Ли Юэ выпустила из рук лучи лунного света, которые влетели в созвездие над Шияном. Не волнуйся, мы позаботимся об остальном, беззаботно сказал Ли Юэ. Шиян кивнул. Солнечный и лунный свет начали переплетаться с семью звездами, что создал Шиян. Внезапно из семи звезд начали выходить сильные колебания энергии. Солнечный и лунный свет вместе со звездами Шияна начали резонировать. Под внимательные взгляды все воинов семь звезд начали изменяться. Они превратились в лук и стрелу. Солнечный свет Джан Фина и лунный свет приняли форму древка стрелы, а семь звезд стали ее наконечником. Лук был создан из энергетических колебаний и получился довольно длинным. Эта стрела была мгновенно выпущена из лука в сторону лестницы из трупов. Во время полета стрела оставляла за собой яркий след звездного света. Бабах. Как только стрела коснулась фиолетового барьера, то тут же уничтожила его. Печать горы рек, что парила над лестницей, затряслась и потеряла большую часть своей яркости. В этот момент все виде атак полетели в печать горы рек. Печать яростно задрожала и ярко моргнув, упала в озеро потеряв свой фиолетовый цвет. Отлично. Джан Финн рассмеялся, мы сломали барьер, значит нам идти первыми. Ли Юэ холодно посмотрела на воинов вокруг и серьезно сказала, думаю вы все знаете это правило. Идем. Джан Финн посмотрел на воинов из своей группы и крикнул, махнув рукой. Все воины культа божественного света резко встали и побежали к лестнице. Шиян быстро толкнул Цзоши в толпу воинов культа божественного света. Цзоши была так ошарашена этим, что не заметила как члены культа подхватили ее и понесли по лестнице. Когда Джан Финн или Юэ увидели действия Шияна, то лишь нахмурились, но ничего не сказали. Для них Шиян уже стал братом, поскольку имел явное доказательство принадлежности к культу божественного света. Поскольку его жена была слабой, а озеро сейчас было самым опасным местом, они сделают все, чтобы с ней ничего не случилось. Шиян. Когда Цзоши была уже на середине лестницы, она внезапно вскрикнула и посмотрела на Чесиа и Цзосю. Энергия четырех стихий уже достигла озера. Тела Чесиа и других воинов сияли, а их лица были напряжены, что Яснова говорила об их борьбе с энергией стихий. Цзоши не могла бросить своего деда и учителя в такой беде. Не волнуйся, иди первый, а мы пойдем следом, крикнул Шиян. Члены культа божественного света также начали подгонять Цзоши. С большой неохотой она продолжила подниматься. Когда члены культа вместе с Цзоши исчезли на вершине лестницы, Джан Финн или Юэ одновременно крикнули, мелкий, давай наверх. У нас мало времени. Я. Что? Джан Финн уставился на Шияна. Будь на твоем месте кто-то другой, он бы уже забрался наверх. У тебя такой шанс, так почему ты колеблешься? Воины двух других команд подошли поближе к лестнице. У края озера Чесиа и другие уже были окутаны стихиями. Холодный пот лился с них ручьями, показывая как им тяжело выносить это. Если Шиян поднимется сейчас, то возможно Чесиа, Цзосю и остальные останутся тут навсегда. Я подожду еще немного. Шиян ухмыльнулся и отошел назад. Посмотрев на Джан Фина или Юэ, он сказал, вы идите первыми. Я догоню вас позже. Джан Финн или Юэ были поражены, а затем начали называть Шияна идиотом. Бормоча себе под нос они пошли вперед и начали подниматься по лестнице. Эй! Крикнул Шиян. Что еще? Ты уже бесить начинаешь? Раздраженно сказал Джан Финн. Пожалуйста, позаботьтесь о моей жене. Все мы из культа и я обязательно в будущем отплачу вам за это, сказал Шиян. Хоть Зоши поднялась, но он не знал, что ждет ее там. Раз он не мог быть рядом с ней и защищать от опасностей, то решил попросить об этом Джан Фина или Юэ. Джан Финн фыркнул, такая ерунда не стоит оплаты. Тебе стоит поторопиться или умрешь от собственной тупости. К тому же там не так много сокровищ и если опоздаешь, то хрен что получишь. Джан Финн продолжал подниматься во время разговора и как только он закончил говорить, то сразу же исчез на вершине лестницы. Две другие сильнейшие группы в этот момент начали подниматься по лестнице. Шиян внезапно развернулся и активировал звездный щит. Все его тело кутала энергия четырех стихий, что вызвало яркое покраснение. Молния, огонь, смерч и лед накрыли серебряное озеро. Эти четыре стихии с гор обладали чудовищной мощью, с помощью которой они могли уничтожить любые оборонительные средства. Под воздействием энергии четырех стихий звездный щит начал дрожать и издавал звенящие звуки. Казалось, что он вот-вот взорвется. Из-за давления четырех стихий, Шиян стал ощущать будто оказался в глубокой яме, наполненной густой грязью. В этот момент он подумал, что Чися и другие столкнулись с этой ужасной силой. Ха-ха-ха. Шиян издал громкий сумасшедший рев, а из его тела вырвались различные типы энергии. Он стал похож на могучего тигра и бросившись к Цзосю, крепко схватил его за руку. Глава 399. Рука помощи среди всей оставшейся группы Цзосю был самым слабым. Он относительно недавно вошел в третье небосферы Нирваны и его нельзя было сравнивать с Ла-Ли-Ла-Луном. Цзосю было труднее всех справляться с воздействием четырех стихий. Его тело ярко сияло ярким светом из-за посторонней энергии, что яростно атаковало все вокруг. Полагаясь только на свои силы, Цзосю вряд ли долго продержится. Шиян несся вперед и неистово крича, схватил Цзосю за руку. Потоки странной энергии бурлили в его теле. В этот момент Шиян почувствовал, будто получил бесконечную силу. Хоть Цзосю и был окутан четырьмя стихиями, Шиян без особого труда кинул его в центр озера. Другие команды из центра озера уже поднимались по лестнице из трупов. Как только Цзосю приземлился в центре озера, то сразу же стал подниматься во лестнице, не обращая внимания на произошедшее. Чися находился во втором небе сферы небес и даже под давлением четырех стихий у него были силы, чтобы самостоятельно медленно двигаться к лестнице. Шиян бросил на Чися взгляд и ясно увидел, что тот будет в безопасности и без посторонней помощи. Тогда Шиян решил помочь двум братьям Лао и быстро помчался к ним. Увидев приближающегося Шияна, два брата обрадовались, а их глаза ярко засияли. Хоть оба брата были из божественной земли, но у них все же был низкий уровень культивации, а также они не обладали большим количеством защитных сокровищ. Из-за совокупности всего этого им приходилось очень тяжело под влиянием четырех стихий. Когда Шиян пришел к ним, братья посмотрели на него с глубокой благодарностью. Тот факт, что Шиян не покинул членов своей группы и стал помогать им, тронул сердца братьев. «Идем!» — крикнул Шиян. В этот момент мощная аура вырвалась из его тела. Схватив двух братьев за руки, Шиян активировал второй этап ярости. Все его тело мгновенно наполнилось силой, которую можно сравнить с силой воина третьего небосферы небес. Затем Шиян со всей силы швырнул в центр озера братьев, которые были ошарашены такими действиями. В это же время Шиян добрался до центра озера и легко поймал двух братьев, что летели прямо в него. Приземлившись, братья Ла, не теряя ни секунды, начали подниматься по лестнице. Один из воинов, что стоял на краю озера, начал издавать мучительные крики. Под давлением четырех стихий его защитный барьер разрушился, и как только это случилось, четыре стихии обрушились на него. Ледяной туман превратил тело в прозрачную ледяную скульптуру. Смерч разбил скульптуру на мелкие куски, которые дотла сжег огонь. Молния же уничтожила душу бедного воина. Около десяти человек на краю озера постигла та же судьба. Им просто не хватило сил дойти до центра озера и подняться по лестнице. Шиян быстро осмотрелся вокруг и обнаружил, что в радиусе пяти метров от лестницы из трупов никто не испытывает воздействия четырех стихий. Чися уже стоял там и развеял серый дым, что парил вокруг его тела. Ему уже не нужно было тратить энергию на защиту. Выдохнув с облегчением, Шиян перевел взгляд на Цаи. Вся одежда Цаи была насквозь пропитана потом и плотно прилегала к телу, чем вызывало легкое возбуждение у всех, кто на нее смотрит, даже несмотря на ситуацию вокруг. Цаи с паникой в глазах использовала все свои силы, чтобы противостоять четырем стихиям. Вокруг Цаи летали десятки лент, которые излучали яркий свет и окутывали им ее тело. Под давлением четырех стихий ленты взрывались одна за другой. С каждой взорвавшейся лентой паника на лице Цаи становилась все сильнее. Каждая из этих лент являлась спасательным кругом для Цаи, как только последняя из них будет уничтожена, тело девушки буквально исчезнет с лица этого мира. Шиян холодно смотрел на Цаи, а в его глазах мелькали следы колебания. Айя и Цаи трудно контролировать. Айя преуспела в исполнении своих трюков, что заставило Шияна быть более бдительным. Также он подсознательно начал считать, что Цаи была такой же, как и Айя. Он не знал, что Цаи может выкинуть в будущем. Может она попытается убить его. Когда они были на дне озера, то он видел и даже трогал ее обнаженное тело. Этого для Цаи было вполне достаточно, чтобы возненавидеть Шияна до глубины души. С такой ненавистью в сердце Цаи определенно не будет тихо сидеть на месте. Возможно у нее уже есть какой-то план по его устранению. Эти мысли отгоняли от Шияна все желание спасать Цаи. Он начал подумывать о том, чтобы вообще бросить ее здесь. Шиян внезапно крикнула Цаи, ты сказал, что до тех пор пока мы не выйдем из черного ядовитого тумана, мы товарищи. Ты же помнишь свои слова? Если да, то помоги мне. Цаи неотрывно смотрела на Шияна с огромной тревогой в глазах. Шиян все же продолжил шагать в сторону Цаи, попутно используя свою яростную силу. Я не отказываюсь от своих слов, как эта сука а я, сказал Шиян, схватив Цаи за талию и выпустив звездную энергию, окутал ею тело девушки. Как только Шиян схватил ее, Цаи даже не дернулась. Она с легкой дрожью в теле склонила голову и тихо сказала, ты помог мне. Я запомню это. В тот раз, когда мы были на дне озера в общем я буду считать, что ничего не случилось. Шиян с удивлением посмотрел на нее. В этот момент мягкий запах Цаи ударил ему в нос. Его рука была обернута вокруг изящной талии девушки. Сердце Шияна бешено забилось, а в его голове вплыла сцена из подводной пещеры в озере. Это пробудило внутри него буйное желание. Иди быстро. Цаи вздрогнула от внезапного крика Шияна и сама подсознательно закричала. От ее крика Шиян пришел в себя и с усмешкой сказал, не бойся. Это озеро значительно ослабляет воздействие четырех стихий, иначе все бы давно умерли и никто бы даже пикнуть не успел. А теперь когда я рядом, то тебе вообще ничего не грозит. Закончив говорить, Шиян поднял Цаи на руки, а затем пустил по телу различные типы энергии. Из его тела мгновенно вырвался ужасно мощный энергетический импульс. Шиян ощутил огромный прилив сил и даже звездный свет, что окружал его тело, стал намного ярче и плотнее. Некоторые частицы света собирались в пучки и образовывали подобие созвездий. Мощная энергия огня, смерча, молнии и льда обрушались на эти созвездия, но были мгновенно отражены ярким звездным светом. Звездный свет и четыре стихии непрерывно боролись друг с другом, создавая бесчисленное количество вспышек света. Находясь пол непробиваемым звездным щитом, Шиян потащил Цаи к лестнице из трупов. В это же время Чесио поднялся до вершины лестницы, а затем огляделся назад. Увидев приближающегося Шияна с Цаи на руках, он широко улыбнулся и кивнув сказал «Молодец». Шиян с ухмылкой принес Цаи в безопасную зону. В этот момент из его тела вырывались колебания мощной энергии. Когда другие воины, толкающиеся на лестнице, увидели Шияна и почувствовали излучаемую им энергию, то тут же отошли в сторону, со странным выражением лиц. Поставив Цаи на землю, Шиян сказал «Пойдем». Цаи пошла по лестнице первой, а Шиян двинулся вслед за ней. Цаи быстро подымалась по лестнице, активно виляя своим задом перед Шияном, на уровне его лица. В этот момент в нем вспыхнула сильная похоть «Твою мать». Шиян мысленно выругался, когда почувствовал, как в его голову хлынули негативные эмоции. Недавно он собирал энергию с воинов, что погибли в сражении друг с другом. Количество собранной энергии было довольно большим и достигало максимального предела, которое могло выдержать его сознание. 720 меридиан начали перерабатывать эту энергию, выделяя негативные эмоции, которые стали влиять на его сознание, пробуждая злую сторону и первобытные инстинкты. В этот раз он поглотил более плотные и глубокие ци, чем раньше. Таким образом негативные эмоции нынешней переработки будут более жесткими, чем в прошлые разы. Если сейчас начнется битва, то Шиян сойдет с ума. В этом состоянии он скорее всего не сможет отличить друзей от врагов и просто начнет атаковать всех подряд. Похоть была одной из самых зловещих стороной людей и являлась источником почти всех бед. В этот раз, когда вспыхнула похоть, Шиян опасался, что не сможет ее контролировать. Он не знал, что с ним произойдет в следующую секунду. Возможно он даже убьет Зосю и Зоши. Единственный способ ослабить безумие, это дать выход своим желаниям. Однако как в этой ситуации он должен это сделать, особенно когда у него почти не было времени для этого. Шиян с горящими глазами впился взглядом и виляющий за отца, из-за чего внутри него все сильнее разгоралась похоть вместе с желанием убивать. Внутри него бурлило желание убивать, а также желание трахнуть девушку перед ним. Эти два варианта поставили Шияна в затруднительное положение. Любой из этих выходов не подходил ему в данной ситуации. Однако если из-за воздействия негативных эмоций он войдет в состояние одержимости дьяволом, то может наломать нехилых дров. Сходить с ума Шияну не хотелось. Борясь со своими желаниями, Шиян старался не смотреть на Цаи и думать о чем-то вообще, чтобы не спровоцировать новый порыв похоти. Сжимая зубы со свирепым лицо Шиян поднимался по лестнице, которая вела в пересечение двух рек на небе. Глава 400. Сошел с ума выбор. У Шияна всегда был выбор, но эти два варианта ему не нравились. Ни один из них не подходил под данную ситуацию. Лучшим выбором в этом случае им было просто сопротивляться негативным эмоциям. Однако Шиян знал, что чем дольше будет сдерживаться, тем сильнее будет влияние на разум негативных эмоций. Даже с его настойчивостью было трудно сопротивляться негативной энергии и сохранять ясность сознания долгое время. Негативная энергия распространялась по всем меридианам в теле и проникала в плоть, кровь, кости Шияна, а также воздействовала на его духовное море, постепенно беря контроль над сознанием. Шиян начал тяжело дышать, а его глаза приобрели кровавый оттенок, в которых читались яркие проблески безумия. Бум. Как только Шиян сделал шаг, яростная энергия ударила в труп, на котором он стоял. Древние трупы под его ногами начали разваливаться на куски, а затем падали в озеро. Бум-бум-бум. Каждый раз, когда он делал шаг, древние трупы буквально превращались в кровавый фарш. Из-за этого нижняя часть лестницы начала обрушиться. Кроме древних трупов не было никакого другого материала, что образовывал лестницу. Войны, что стояли на нижней части лестницы, упали вниз с громкими криками. Из-за топа Шияна, все, кто были ниже его на лестнице, вновь оказались в озере. Их громкие крики распространились довольно далеко. Услышав крики, цаи и другие воины, что были на вершине лестницы, посмотрели вниз, а затем на их лицах появился ужас. Шиян разрушил часть лестницы, тем самым отрезав путь к спасению другим воинам. Воинов, которые упали в озеро, мгновенно окутали четыре стихии. Все они с ненавистью и отчаянием смотрели на Шияна. Шиян, в свою очередь, даже взгляда на них не бросил. Он с безжалостным выражением лица продолжил подыматься наверх, игнорируя все крики и взгляды. Болезненные крики быстро стихли. Последними по лестнице поднимались воины с низким уровнем культивации. Они истощили почти все свои силы, защищаясь от четырех стихий, когда подходили к лестнице. Когда они вновь оказались внизу, то им попросту уже нечем было защищаться от энергии стихий. Четыре стихии быстро расправились с упавшими воинами, не оставив от них ни капли крови, ни пепла. Шиян, не осознавая того, что натворил, продолжал подниматься по лестнице. В месте пересечения двух рек плавали вверх и вниз древние трупы. На груди каждого трупа были выгравированы странные рисунки. В центр каждого рисунка было вставлено какое-то сокровище, которое, по-видимому, выполняло роль источника энергии. Эти древние трупы с сокровищами в грудных клетках яростно атаковали воинов. Люди из группы Чжанфена или Юэ также сражались с этими трупами. Они сражались с ними, чтобы заполучить сокровища из их груди. Как только древний труп уничтожался, сокровище отделялось от его груди. В этот момент воины начинали сражение за это сокровище. Цзоши стояла в стороне и не принимала участия в этой битве. Она просто с изумлением наблюдала, как люди убивают друг друга за сокровища. Поднявшись в это место, Цзоши встал рядом с Цзоши и сказал ей не привлекать к себе внимания. Цзоши послушно кивнула. Она встала подальше и не смела вмешиваться в сражение. Она решила держаться безопасных мест и том, где она стояла, было действительно безопасно. Все воины сражались тут только за сокровища. Если она не станет претендовать на эти сокровища, то воины просто не будут обращать на нее никакого внимания. Забравшись сюда, Чися и два брата Лаа пошли в ту сторону, где стояла Цзоши. Однако в отличие от Цзоши, братья Лаа не скрывали своего желания заполучить сокровища и неотрывно смотрели на трупы. Вы тоже хотите их? Спросил Лаа ли у Чися с веселым лицом, стоит ли нам принимать участие в этом? Чися вздохнул и смотря на жестокую битву впереди сказал, подождем немного, скоро появится Шиян, с ним это и обсудим. Братья одновременно кивнули. Вода рек, в которых они все находились, была очень странной. Все ясно видели Йою, однако она никак не влияла на них, будто было простой иллюзией. Под их ногами находился одни сплошной плоский камень, по которому плавал легкий белый свет. Большинство воинов, что пришли сюда, находились в сфере небес. Их было 20 человек. Большая часть воинов сферы небес принимала участие в сражении, делая его чрезвычайно опасным. Если кто-то из них будет хоть чуть-чуть небрежен, то расстанется с жизни. Чися, находящийся во втором небе сферы небес, не считался одним из сильнейших в этом месте. Помимо него было 6 воинов третьего неба сферы небес, 10 воинов второго неба сферы небес и остальными были воины первого неба сферы небес. Помимо двух братьев и Цзосю было еще два воина сферы нирваны. Цзоши была здесь единственным воином сферы бедствия. Цаи быстро поднялась в это место. Осмотревшись вокруг, она подошла к Чися и тихо сказала, я думаю с Шияном что-то не так. Что? Чися, Лао и Цзоши одновременно вскрикнули и спросили, что ты имеешь в виду? Я не знаю. Цаи покачала головой со странным выражением лица, мне кажется будто бы он борется с одержимостью дьяволом. Одержим дьяволом? Выражение лиц всех тут же изменилось. Из его тела вырывается сильная энергия и похоже он сошел с ума. Он буквально излучал желание уничтожить всех вокруг. Я не знаю как и почему он впал в это состояние. Когда он смотрел на меня то ощущало, его желание убить меня это было ужасно страшно. Услышав ее слова, Чися и остальные с ужасом посмотрели на лестницу из трупов. Со стороны лестницы хлынула очень мощная и зловещая аура. От этой ауры веяло сильным запахом крови, будто под лестницей плескалось целое море крови. Из этой ауры постепенно появился Шиян с кроваво-красными глазами. Посмотрев немного на Шияна, Чися, Цзуши, Цзусю, Цаи и два брата были ошеломлены. Их духовные моря были затронуты этой зловещей аурой и вызывало в них похоть вместе с желанием уничтожать все живое. Следы безумия, жажды крови и насилия ярко горели в глазах Шияна. В этот момент Шиян был похож больше на демона выпалшего из самых глубинада, а не на человека. Теперь он выглядел еще более ужасно, чем демонические звери, с которыми они сталкивались в черном ядовитом тумане. «Это плохо!» Вскрикнул Чися со страхом, Шиян действительно впал в состояние одержимости дьяволом. «Я не знаю, почему это случилось. Пойдемте к нему и спросим!» Сказала Цзуши с легкой паникой и уже собиралась пойти к Шияну. «Стой!» Чися быстро схватил ее за плечо. «В этом состоянии у человека отсутствует сознание. Если ты подойдешь к нему, то он атакует тебя. Но ему тоже опасно оставаться в таком состоянии», — сказала Цзуши. Она знала, что не сможет вырваться из хватки Чися и поэтому крикнула. «Шиян, что случилось с тобой? Как мы можем помочь тебе?» Ца и Цзусю посмотрели на Шияна, ожидая его ответ. «Ха-ха-ха!» Шиян внезапно взвыл нечеловеческим ревом. Потоки зловещей ауры вместе с ревом распространились по всему району битвы. Духовное море всех воинов затряслось. Тела двух братьев и Цзусю задрожали. Из их глаз потекла кровь, а лицо выражало сильный страх. С двумя другими воинами сферы нирваны произошло то же самое. Когда кровь потекла из их глаз, они быстро сели на землю. Громкий рев Шияна был наполнен яростью и жестокостью. Зловещая аура продолжала распространяться и затронула всех воинов. Духовное море воинов сферы нирваны было частью их мозга и в результате влияния негативной ауру на него у них пошла кровь из глаз. С Цзуши напротив все было хорошо. Она лишь слегка побледнела. Поскольку у нее еще не сформировалось духовное море, она не пострадала от зловещей ауры Шияна. Лица Цаи и Чися резко исказились. Они быстро использовали свои силы, чтобы успокоить свои духовные моря и быстро развеяли влияние ауры Шияна на себя. После рева Шияна все войны небесной сферы из божественной земли внезапно прекратили сражаться и с шоком посмотрели в сторону источника зловещей ауры. Мелкий ублюдок, ты что творишь? Джан Фен с мрачным лицом посмотрел на Шияна. Нахрена ты вошел в состояние одержимости дьяволом? Ты умереть захотел? Быстро сядь и начинай медитировать. Сядь куда-нибудь в спокойное место и успокой свое сознание. Ли Юэ пристально посмотрела на Шияна, а затем сказала, Джан Фен этот метод бесполезен для него. Его одержимость вызвана не культивированием, а собственной развращенностью. От такого вида одержимости не избавиться простой медитацией. Боюсь он культивирует какую-то злую технику, которая оказывает прямое влияние на его разум. В этой ситуации ему будет очень трудно прийти в себя. Чо? Вскрикнул Джан Фен и посмотрел на Шияна тупым взглядом. Глава 401. Буйство осторожнее с этим парнем, он уже сошел с ума. Не стоит подходить к нему слишком близко. Сказал воин средних лет со шрамами на лице и холодно хмыкнул, если он дернется в мою сторону, я прикончу его. Говоря это, воин со шрамами на лице агрессивно смотрел на Шияна. Он всем своим видом показывал, что хочет убить Шияна. Эта враждебность привлекла внимание Шияна. Он громко взревел и кровожадным взглядом посмотрел на воина средних лет. На что уставился? Умереть захотел? С презрением сказал воин. Думаешь, твоя одержимость всех напугает? Ты лишь в сфере нирваны. Раз ты так хочешь умереть, я исполню твое желание. Туке, этот парень является учеником нашего культа Божественного Света. Если ты коснешься его, то пожалеешь. Крикнул Джан Фен. Он сумасшедший. Ты хочешь защитить сумасшедшего? Воин средних лет со шрамами на лице, чье имя было Туке, с презрением рассмеялся. У него нет силы воли. В этой опасной ситуации он позволил себе впасть в безумие. Спорю на что угодно, что когда он проснется, то будет бесполезнее мухи. Такой мусор не стоит ваших забот. Ха-ха-ха. В этот момент Шиян яростно взревел и выпустив из своего тела белый дым, понесся на Туке. Туке холодно усмехнулся, все же умереть захотел. Туке, даже не думай, закричал Джан Фен. Этот парень ученик нашего культа. Идя против него, ты идешь против всего культа Божественного Света. Если ты посмеешь убить его, то я этого просто так не оставлю. С каких пор безупречная земля должна бояться культа Божественного Света? Рассмеялся Туке. Бросив взгляд на Шияна, Туке схватил древний труп, что стоял рядом с ним и ударил его в грудь. У этого древнего трупа уже было извлечено сокровище и в его теле почти не было сил. Вместе с ударом Туке кровавый пучок света проник в тело трупа. Затем Туке с размаху бросил труп в Шияна. Во время полета с трупа начала слазить плоть, оставляя одни лишь чистые кости, окутанные кровью. Скелет трупа внезапно взорвался и под действием какой-то силы его кости превратились в копья. Твердые и длинные костяные копья с кровью врезались в тело Шияна. Стук. Раздался металлический звон, когда копья ударили в грудь Шияна. Копья с невероятно мощной силой врезались его грудь, но не оставили на ней ни царапины и всего лишь разорвали одежду Шияна выше пояса. Туке прищурился, а в его глазах мелькнул легкий испуг. Джанфин, Лию и другие воины Божественной Земли смотрели на Шияна выпученными глазами. Туке находился на третьем небе сферы небес. Навыки безупречной земли славились своей силой и агрессивностью. Навык с использованием костей, который только что использовал Туке называется Копье Костя и Крови. Этот навык был ужасно мощным и от него не могло спасти ни одно обычное защитное сокровище. Шиян встретил Копье Костя и Крови лишь голым телом, однако остался совершенно невредимым. Эта сцена ошеломила всех вокруг. Кто этот пацан? Почему его тело крепче, чем у демонического зверя? Эти вопросы гудели в головах всех воинов Божественной Земли в этом месте. Все они посмотрели на Шияна со страхом и одновременно сделали несколько шагов назад, боясь, что Шиян в состоянии безумия накинется и на них. Ахахаха, Туке, ты лох. Джанфин уже собирался ринуться к Шияну на помощь, но увидев, что тот был в порядке, радостно засмеялся. Похожи навыки безупречной земли херня, по сравнению с навыками культа Божественного Света. Этот пацан не использовал сокровища, но твое Копье Костя и Крови не смогло даже поцарапать его. Это заставляет меня задуматься, а заслужена ли та репутация, которой обладает безупречная земля? Ли Юэ с презрением улыбнулась и сказала, кажется репутация и слава безупречной земли до смешного преувеличена. То, что мы увидели красноречиво, говорит об этом. Лица Теку и других воинов из безупречной земли стали бледными и мрачными. Шиян вновь громко взревел и бросился на Туке. Пятна звездного света вспыхнули на его груди. Этим он повышал свою защиту. Затем Шиян ярко вспыхнул звездным светом и мгновенно оказавшись перед Туке, выпустил мощный поток духовной энергии. Духовное море Туке яростно задрожало. Он почувствовал будто погружается в море крови и его атакуют множество призраков. Осторожно, он может использовать духовную атаку. Вдруг закричал один воин третьего небосферы небес, когда увидел как Туке замер на месте с глазами как у мертвой рыбы. Туке быстро пришел в себя, затем он пустил по всему телу энергию и через мгновение из его тела стал раздаваться громкий треск костей. Его кости взрывались, словно попкорн. Вместе с этими звуками взрывов, тело Туке стало излучать темно-зеленый свет. Этот темно-зеленый свет был больше похож на жидкость и от него веяло чем-то демоническим. Темно-зеленый свет быстро отделился от тела Туке. Зеленая жидкость мгновенно приняла форму огромной лапы с тремя когтями, а затем схватила Шияна за горло. Темно-зеленая призрачная рука. Крикнул Туке кучу сияющей маленьких зеленых огней, которые влетели в три когтя. Лапа призрака с тремя когтями из-за огней Туке стала похожа на руку демона и начала распространять холодную ауру. Его уничтожающие мысли вторглись в духовное море Шияна через красные глаза. Как ты смеешь? Джанфен яростно взревел и запустил в Туке кучу облаков божественного солнечного света. В этих облаках можно было разглядеть небольших существ, которые жили в солнечном свете и питались им. Двое людей из безупречной земли холодно хмыкнули и появились рядом с Туке. Затем они достали странный барабан и удалили в него. Мощная звуковая волна вылетела из барабана и столкнувшись с облаками солнечного света уничтожала существ в них одно за другим, не оставляя и следа. Концепции солнечного света в облаках были развеяны, а сам божественный солнечный свет сильно уменьшился в размерах. Один воин воспользовался этой возможностью и нанес удар. Пять разноцветных пучков света вылетели из барабана и врезались в божественный солнечный свет. Скрии-скрии. Три призрачных когтя Туке, больше похожие на огромные серпы, держали Шияна за шею и сжимали ее с жуткими звуками. Как только Чися, Цаи и братья Ла увидели, что Шияна находится в опасности, то они тут же бросились к нему, в надежде помочь справиться с врагом. Братья Ла яростно закричали и наполнив свои перчатки непонятными концепциями, атаковали людей безупречной земли. Три призрачных когтя все сильнее сжимали шею Шияна, но несмотря на ужасающее огромное давление и жуткий скрежет, его шея оставалась абсолютно невредимой. На темно-зеленой призрачной руке появились подобие пары глаз, которые неотрывно смотрели в кроваво-красные глаза Шияна и вливали в его духовное море зловещую энергию. Эта энергия пыталась сделать так, чтобы Шиян полностью потерял контроль над своим телом и прекратил применять оборонительные навыки. Ра-а-а-а! Шиян безумно взревел. Из его глаз тут же вылетели кроваво-красные пучки света. Эти пучки света, в которых содержались концепции насилия, жажды крови и всеобщего уничтожения влетели прямо в глаза темно-зеленой руки. Глаза на руки мгновенно взорвались, а ее зловещая энергия тут же исчезла. Сразу после этого тело Туке пострадало от отдачи зловещей энергии, а из его глаз хлынул небольшой поток крови. Шиян замахнулся руками, которые сияли фиолетовым светом и извергали агрессивную энергию, а затем ударил ими по темно-зеленой призрачной руке. Бам-бам-бам! Призрачная рука Туке взорвалась с громкими взрывали и оставила после себя лишь небольшие частицы зеленого света, которые быстро рассеялись по воздуху. Как такое возможно? Туке закричал от шока, ты всего лишь на третьем небе сферы нирваны. Как ты можешь уничтожить темно-зеленую призрачную руку? Это невозможно! Туке кричал с сильным испугом на лице и потихоньку отходил назад. Шиян слегка качнулся. Огромным кроваво-красный кулак внезапно появился справа от Туке и яростно ударил его. Мощная энергия, наполненная насилием, жаждой крови, безумием и желанием убивать все живое мгновенно проникла в тело Туке. Как только эта ужасная энергия оказалась внутри Туке, то из его тела стали раздаваться громкие звуки взрывов. Все его ребра вылезли наружу и торчали в разные стороны из груди. Туке болезненно закричал, а из его правого бока хлистала кровь. Он начал быстро отступать и даже не смел смотреть на Шияна. Туке был напуган до смерти. Все воины в этом месте, что наблюдали за битвой, с сильным страхом смотрели на Шияна. Шиян находился в третьем небе сферы Нирваны, но смог победить Туке, который находился на целую сферу выше его. Как такое вообще возможно? Шиян, ты действительно могуч. Лали громко рассмеялся и выпустил из своего тела мощную энергию. Он вместе с братом атаковал воина первого неба сферы небес из безупречной земли, который был полностью покрыт собственной кровью. У этого воина не было ни шанса против братьев. Зоши с горящими глазами смотрела на Шияна. Его безумный вид заставлял ее сердце бешено биться от страха, но в то же время она почувствовала, как от Шияна веяло неким зловещим очарованием. Глава 402. Ошибался как только Шиян напал на Туке. Члены культа Божественного Света вместе с Джанфеном Ильюи атаковали людей безупречной земли после небольшого колебания. Сражение между ними затронуло большинство других воинов. Чися, Цаи, Лали и Лаолун тоже сражались с воинами безупречной земли. В группе безупречной земли было два воина третьего неба сферы небес. Туке в данный момент пытался справиться с атаками Шияна. Другой воин третьего неба сферы небес был под осадой одновременных атак Джанфена и Ильюи. Сила остальных воинов культа Божественного Света не уступала воинам безупречной земли. Вместе с поддержкой Чися, Цаи и братьев Лао, воины культа Божественного Света одерживали верх. Несчастные крики воинов безупречной земли постоянно проносились над местом сражения. Воины других сил стояли в сторонке и наблюдали за происходящим. Как только разгорелся яростный бой между культом Божественного Света и безупречной землей, им пришлось не только уворачиваться от шальных атак, но и сражаться против древних трупов. Пока древние трупы подают признаки жизни, сокровища из их грудных клеток не удастся извлечь. Воины других сил объединились и сражались против древних трупов. Однако как только древние трупы умирали, воины тут же начинали сражаться друг с другом за право владения сокровищами. Если какому-то воину удавалось заполучить сокровище, то он тут же убирал его в пространственное кольцо и начинал защищаться со своими товарищами от тех, кто желал украсть это сокровище. Ситуация в этом месте становилась с каждой минутой все более хаотичной. Единственными людьми, кто не принимал участие в сражениях, были Цзосю и Цзоши. Когда Шильян издал звериный рев, духовное море Цзосю яростно затряслось, а его сознание слегка помутнело. Также он знал, что был еще слишком слаб, чтобы сражаться с воинами сферы небес за сокровища и поэтому предпочел держаться от всего этого подальше. Более того, он беспокоился за Цзоши и боялся, что в нее прилетит чья-то шальная атака. Таким образом он решил оставаться рядом с ней и защищал ее. Когда к Цзосю и Цзоши подходила какая-то опасность, они тут же создавали несколько фантомов и с легкостью избегали риска. Цзосю и Цзоши всеми силами старались оставаться невредимыми во всем этом хаосе. Каждый воин Божественной Земли в этом месте желал заполучить как можно больше сокровищ. Как только они увидели, что Цзосю и Цзоши не проявляют интереса к сокровищам, то просто перестали обращать на них внимание, что значительно обезопасило этих двоих. Цзоши все еще был охвачен безумием, а из его тела вырывалась мощная кровожадная аура. Вокруг Цзоши витал густой белый дым. Любой, кто приблизится к этому дыму мгновенно подвергнется влиянию негативной энергии, а в его духовном море начнется настоящий шторм. Цзосю наблюдал за Цзоши и Цзоши наблюдал за Цзоши и Цзоши и Цзоши. Их глаза мгновенно краснели, а на лицах появлялся кровожадный оскал. Помимо того, что Цзоши сам обезумел, он еще заражал этим безумием других людей. Негативных эмоций, что содержались в белом дыме, было достаточно, чтобы воин мгновенно превратился в свирепое животное. Потерявшие рассудок воина не щадили никого, даже своих товарищей. Цзоши с шоком смотрел на Цзоши и строго наказал Цзоши, чтобы она не приближалась к Цзоши ни на шаг, пока тот не придет в сознание. Цзоши ничего не ответила. Она с любопытством смотрела на Шияна, а в ее глазах мелькал странный огонек. Самым несчастным в этом месте был Туки. Его поражала сила Шияна. Яростная и кровожадная энергия этого парня проникла в его тело и сломала несколько ребер. Эта энергия до сих пор носится по его телу и причиняет ему вред, тем самым мешая использовать всю силу. В этом состоянии Туки еще использовал некоторые свои навыки, но Шияну они не причиняли абсолютно никакого вреда. Тело Шияна дрожало так сильно, будто внутри него носился табун из десятков тысяч лошадей. В этот момент его защита и атакующая сила достигли такого уровня, которого он еще не достигал своими силами. Под воздействием сводящей с ума энергии, вся сила Шияна получила значительный толчок вверх. Разные боевые навыки, что знал Шиян, тоже подверглись этому влиянию и их эффективность увеличилась в несколько раз. Его обычная сила была довольно пугающей, но в этот раз она стала совершенно ужасающей. Второй этап ярости вместе с содержимостью и смесью всех типов энергии создавали эффект взрывного увеличения силы. В этот момент Туки понял, насколько ошибался насчет силы Шияна. Хоть Шиян являлся воином третьего небосферы Нирваны, но его сила внезапно возросла. Его безумная, зловещая энергия хлистала по его телу и влияла на умы любого человека. Будь это физическая или духовная атака, Туки не мог защититься ни от чего из этого. Он использовал всевозможные навыки, но не смог поцарапать Шияна. Его атака даже раззадоривали Шияна, что делало ситуацию еще более неблагоприятной. Джанфин внезапно закричал Туки, еле увернувшись от очередной атаки Шияна. Этот пацан действительно ученик культа Божественного Света. Я знаю, что у вас есть несколько гениев, но я никогда не слышал о нем. Пэфэф. Джанфин с презрением усмехнулся. Культ Божественного Света намного сложнее, чем ты думаешь. Появление одного или двух гением в побочных ветвях вполне нормальное явление. У Безупречной Земли тоже есть подобные. К сожалению, они находятся за пределами черного ядовитого тумана. На этот раз ты сам нарвался, так что получай заслуженную награду. Джанфин холодно рассмеялся, а затем вместе с Льюи одновременно набросился на воина Третьего Небосферы Небес из Безупречной Земли. Оказавшись под атаками с двух сторон, воин Третьего Небосферы Небес был крайне напряжен и никак не мог перехватить инициативу. Все, что он мог делать, это защищаться. В этой хаотичной ситуации некоторые люди, что были затронуты белым дымом Шияна, по какой-то причине медленно двигались к нему, будто их что-то контролировало. Затем эти воины объединились с Шияном и набросились на Туке. Хоть все эти воины были на первом небе Сферы Небес, но они ничего не боялись. Они не обращая внимания на жертвы вокруг и не жалея своих жизней атаковали Туке. Огромный крепкий воин с безумными и красными глазами, как у Шияна, воспользовался заминкой Туке после уклонения от атаки, переместился ему за спину и крепко схватил его. Бам-бам-бам. Раздались звуки раската грома. Огромное количество молний вырвалось из тела того воина и ударило в тело Туке. Туке с бледным лицом крикнул, убирайся. Из тела Туке вырвался свет в форме рыбы. Тонкая темно-синяя рыба врезалась в воина. Буквально за секунду на теле воина появилось множество ран, из которых хлынула кровь. Даже части его плоти были отрезаны от тела этой рыбой. Однако даже после этого воин не отпускал Туке и продолжал его крепко держать. Казалось, он был готов пожертвовать своей жизнью. Шиян воспользовался этой возможностью. Другой воин с красными глазами, что стоял сбоку Туке, также набросился на него и крепко схватил, из-за чего Туке почти не мог двигаться. Шиян с горящим и зловещим огнем глазами мгновенно оказался перед Туке. Вытянув руки перед собой, Шиян создал печать жизни и смерти и выстрелил ею в Туке. Огромная печать жизни и смерти проникла в голову перед собой. Выражение лица Туке стало болезненным, а его глаза потускнели. Он всеми силами пытался сопротивляться той энергии, которая вторглась в его голову. Бум-бум. Из головы Туке донеслись два взрыва. Его голова внезапно раздулась, словно арбуз. Туке упал на землю, а из его ушей хлынули струйки крови, смешанной с мозгами. Затем голова валяющего на земле Туке взорвалась с громким хлопком. Многие воины, что сражались с древними трупами машинально посмотрели в сторону источника этого звука. На их лицах мгновенно появился сильных страх. Шиян только что убил Туке и бросился на другого воина, что был недалеко от него. Это был еще один воин третьего небосферы небес. Этот воин секунду назад убил древний труп и извлек из его тела сокровища, похожие на вилку. Положив это сокровище в пространственное кольцо, он громко рассмеялся. Сокровище святого уровня, сокровище святого уровня, ахахахаха. Это путешествие было не зря. Его глаза ярко сияли, когда он говорил эти слова. Затем воин начал оглядываться по сторонам в поисках новой цели. В этот момент в его поле зрения попал Шиян. Из его кроваво-красных глаз вылетел поток красного света. Этот поток света был длинною в три метра и был похож на руки крови. Эта картина вызывала ужасу вех, кто смотрел на Шияна. Глава 403 Алмазный боевой дух Внешний вид Шияна мог напугать человека до глубины души. У всех воинов от одного лишь взгляда на него начинало яростно трястись духовное море, а их сердца заполняло желание убить все живое на своем пути. Черт! Воин третьего небосферы небес вздрогнул и быстро использовал все свои силы, чтобы справиться с этой ментальной атакой Шияна. У этого воина было сильное головокружение и ему с трудом удавалось оставаться в сознании. Воин посмотрел на Шияна и понял, что тот будет влиять на разум всех вокруг и убивать их до тех пор, пока здесь никого не останется. Осознав дальнейшие действия Шияна, воин уже догадался, что ему нужно предпринять всем стоять. Сначала нужно избавиться от этого парня. Его существование – смертельная угроза для нас. Сказал этот воин и посмотрел на своих товарищей, что были заняты сражением с древними трупами. Эта группа воинов была из чертогов боевых духов – одна из семи древних фракций Божественной Земли. Эта фракция занимала лидирующую позицию в Божественной Земле в течение 10 тысяч лет. В чертогах почти каждый воин обладал особым боевым духом, которые были развиты до максимального уровня. Лидером этой группы был Сиолинь – внешний защитник чертогов боевого духа, а также будущий старейшина. Как только Сиолинь вступит в сферу духа и пройдет тест чертогов боевого духа, то ему дадут должность старейшины. Сиолиню было неважно, чем именно он будет руководить в качестве старейшины, ведь эта должность была намного лучше, чем его нынешняя. Он прошел в черный ядовитый туман, чтобы найти сокровище святого уровня, необходимое для теста чертогов. Семь древних фракций не очень хорошо ладили. Мелкие сражения между членами этих фракций постоянно вспыхивали то тут, то там. Сиолинь тоже не отставал от этой традиции и убивал всех встреченных воинов, которые никак не относились к чертогам боевого духа. Так что даже если бы Шиян не сошел с ума, Сиолинь все равно бы напал на его команду, потому что они обладают сокровищами. Сражение группы Чжанфена и группы Туке было именно тем, что хотел Сиолинь. Когда Чжанфен, Ли Юэ, Чи Сиа и другие были отвлечены людьми безупречной земли, он может воспользоваться этой возможностью и собрать больше сокровищ с древних трупов. К тому же он планировал избавиться от Чжанфена, Ли Юэ и Туке, как только обе стороны будут серьезно ранены в сражении между собой. Когда Шиян пошел в его сторону, Сиолинь понял, что Туке мертв. Люди Чжанфена и Ли Юэ получили значительное преимущество от этого. Это не было тем, что он хотел видеть. Именно поэтому он сделал Шияна своей целью. После слов Сиолинья, воины чертогов боевого духа холодно усмехнулись и посмотрели на Шияна недобрыми взглядами. В группе чертогов боевого духа было семь воинов вместе с Сиолинем. Помимо Сиолини в этой группе был еще один воин третьего небосферы небес – Сиахай. Трое воинов в этой группе находились на втором небе сферы небес, а оставшиеся две на первом небе сферы небес. Эта команда считалась сильнейшей в этом месте. Они были уверены в себе и поэтому без каких-либо колебаний сделали Шияна своей целью. «Ай!» – вскрикнула Цзоши, «Дедушка, Шиян в опасности. Эти семь воинов очень сильны, Шияну с ними не справиться». Цзошю с серьезным лицом кивнул, два воина третьего неба сферы небес, три второго неба и еще два первого неба. Они сильнее группы культа Божественного Света и группы Безупречной Земли. «Шиян сейчас сам по себе и не сможет с ними справиться. Что нам делать, дедушка?» Обеспокоенно спросил от Цзоши, «Я лишь в сфере Земли и не смогу помочь ему. Я не думаю, что мы сможем ему помочь». Цзошю покачал головой и схватил за плечо, «Если я пойду туда, то меня убьют одним пальцем, не говоря уже про тебя». Цзоши повернулась к Чжанфину и крикнула, «Шиян в опасности». Чжанфин и Ли Юэ добивали воина сферы Нирваны, когда услышали крик Цзоши. Она быстро повернулись и Чжанфин громко закричал, «Сиолинь, сука ты порочная. Нападайте кучей на одного пацана. Тебе настремно?» Он сам пришел сюда, чтобы умереть. «Мы тут ни при чем». Сиолинь ухмыльнулся и активировал свой боевой дух. Кода его левой руки слегка побледнела и покрылась золотым оттенком. Давным-давно члены чертогов боевого духа обнаружили в Божественной Земле пространство пяти металлов. «Сиолинь» улучшал свой алмазный боевой дух в этом пространстве в течение тридцати лет. Алмазный боевой дух поглотил суть более десятка различных металлов и сплавов. Теперь его тело могло превращаться в любой металл, который он пожелает и по прочности превосходило многие защитные сокровища металлического типа. Алмазный боевой дух являлся духом святого уровня и был создан более ста тысяч лет назад. Как только владелец активирует его, все тело или же какая-то часть превращалась в чистый металл. Помимо обладания невероятной защитой, конечности воина с алмазным боевым духом превращались в мощное оружие. Мощь таких конечностей по-настоящему ужасала. Превратив свою руку в кусок металла, «Сиолинь» посмотрел на Шияна, а затем бросился на него. Десять видов металлической энергии вращались в его теле. Подойдя на достаточно близкое расстояние, «Сиолинь» ударил Шияна. В момент удара рука «Сиолиня» ярко вспыхнула и превратившись в золотой меч, ударила Шияну прямо в грудь. Шиян безумно несся вперед, когда удар золотым мечом прилетел ему в грудь. Этот удар мгновенно остановил его. Через меч десять видов металлической энергии хлынули к груди Шияна. Странная энергия собралась перед грудью Шияна и превратившись в бесчисленное количество лучей красочного света, обернула десять видов металлической энергии, что вылетели из меча, и не давала им и шанса нанести вред телу Шияна. Шиян замер на месте на пару мгновений, а затем из его глаз вылетела куча кроваво-красных огней. Два потока кроваво-красного света, наполненные всеми возможными негативными эмоциями, обернули шею «Сиолиня», а затем проникли в его тело, «блять», вскрикнул Сиолинь и затем все его тело начало сиять золотым и серебристым светом. Через долю секунды мощная металлическая энергия вырвалась из тела Сиолиня и превратила его в железного человека. Безумная энергия Шияна, что проникла в тело Сиолиня через его шею, потекла по нервам в голову. Сиолинь холодно усмехнулся. Его глаза вспыхнули серебряным и золотым светом, а затем превратились в металл. Теперь он полностью стал похож на живую металлическую статую. Негативные эмоции, что текли по нервной системе Сиолиня, были заблокированы металлом и не смогли сдвинуться с мести ни на миллиметр. Неплохие трюки используешь. Теперь понятно, почему ты смог убить Туке. Однако не думай, что я такой же, как Туке. Сиолинь усмехнулся, Туке слабак по сравнению со мной. К тому же никто в моей сфере не сможет повредить мое металлическое тело. Сиолинь с невероятным высокомерием смотрел на Шильяна. Когда остальные шесть воинов чертогов боевого духа увидели, что Шильян не смог нанести вред Сиолиню, то холодно рассмеялись и не торопясь разошлись по сторонам, чтобы заняться зомбированными Шильяном воинами. Воины, затронутые безумием Шильяна, были на первом небе сферы небес. У всех них были кроваво-красные глаза. И как только они увидели, что Шильян сражается с кем-то, то немедленно бросились к нему на помощь. Шесть воинов чертогов боевого духа знали, что зомбированные воины были на первом небе сферы небес и поэтому слегка посмеиваясь, атаковали их. Они мгновенно активировали свои боевые духи. Воины чертогов боевого духа обладали более глубоким пониманием боевых духов, чем другие воины. Когда они активировали свои духи, то будто бы превратились в совершенно других существ. Ты займись этим парнем, а я пойду помогу тому дебилу. Сказал Джанфен смотря на лися, этот ребенок невероятен. Если мы приведем его в культ, то нас непременно вознаградят. Ты сама видела насколько этот парень необычен. Если мы поможем ему сейчас, то он отплатит нам в будущем в трехкратном размере. Ли Юэ кивнула и сказала, иди, я присоединюсь как только закончу с этим. У культа Божественного Света были достаточно щедрые вознаграждения. Если кто-то приведет в культ талантливого воина, то его позиция в культе повышена. Увидев как Шильян убил Туке, Джанфен начал относиться к нему как к потенциальному могущественному воину культа Божественного Света. Хоть Джанфен с виду казался щедрым, на самом деле он искал свою выгоду во всем. Он знал, что если заставит Шильяна присоединиться к культу и сделает из него яркую звезду Божественной Земли, то будет купаться в богатстве. С помощью Шильян он мог бы получить от культа тайные техники, которые помогут ему войти в сферу духа. Как только Сиолинь захотел убить Шильяна, Джанфен забил на всех своих противников и бросился к Шильяну. Сиахай, займись Джанфеном. С холодной улыбкой сказал Сиолинь. Сиахай кивнул и превратившись в размытый силуэт, бросился к Джанфену. Сиахай остановил Джанфена с нескольких метров от Шильяна. Так как они оба являлись воинами третьего небосферы небес, Джанфен не осмеливался недооценивать Сиахая и использовал все свои силы против него. Глава 404. Деформация металла. Парень, а ты действительно силен. В будущем ты непременно станешь одним из самых талантливых воинов культа Божественного Света. Сказал Сиолинь и усмехнулся. Однако я не позволю этому случиться. Убить тебя, значит ослабить будущую силу культа Божественного Света. Сиолинь начал циркулировать по всему телу энергию металлов и бросился на Шильяна. Шильян не обращая внимания на слова Сиолиня начал атаковать его голыми руками. Так как они не использовали никакого оружия или сокровищ, то со стороны были похожи на двух варваров, которые сошлись в смертельной битве. Боевой дух окаменения и алмазный боевой дух столкнулись друг с другом и ни один из них не уступал своему противнику. Бам-бам-бам. Громкие металлические звоны доносились от тел двух воинов. Сиолинь предполагал, что этот бой будет легким, однако он не ожидал, что атаки Шильяна нанесут ему урон. Безумная энергия Шильяна начала повреждать металлическую плоть Сиолиня. Сиолинь был в шоке, а его семь отверстий на голове начали кровоточить, что заставило его атаковать еще более свирепо. Шильян в свою очередь не показывал никаких изменений. Помимо окровавленного лица на нем не было ни следа боли или усталости. В безумном состоянии Шильян излучал сильную жажду разрушения. Эта жажда постоянно возрастала и буквально въевшись в его нутро, превратилась в чистый инстинкт. И этому инстинкту он дал волю. Сражение с Сиолинем будто бы дало Шильяну свободу. Его сумасшедшие атаки, наполненные желанием убивать, казалось, были частью какой-то концепции. В это же время, 720 меридиан в теле Шильяна перерабатывали глубокой Ци убитых и превращали ее в странную энергию, полезную для его тела. Некоторое время спустя, негативная энергия, бегающая по телу Шильяна, начала медленно затухать. Пучок странной энергии возник в теле Шильяна, что заставило его мгновенно прийти в сознание. Странная энергия прокатилась по всему телу вместе с глубоким Ци и влетев в кровавое кольцо, врезалась в барьер, что находился там. Барьер мгновенно разрушился и знания потекли из кольца в голову Шильяна. Духовное море Шильяна начало яростно дрожать, а количество духовной энергии в ней резко увеличилось. Его духовное море резко увеличилось в три раза в размере. Изменение размера духовного моря являлось первым признаком прорыва в новую сферу. Шильян только что вошел в первое небо сферы небес, из-за чего и его древо глубокого Ци выросло вдвое. Инстинкты Шильяна внезапно одновременно включились и снова свели Шильяна с ума. Негативная энергия смешалась с его кровью в теле. Тело Шильяна под воздействием таинственного боевого духа начало изменяться. Его мускулы стали сжиматься, а фиолетовый оттенок кожи превратился в кроваво-красный. Огромное количество крови с негативной энергией начало выступать и спор Шильяна, однако ни одна капля не упала с его тела. Вокруг Шильяна нарос кокон из крови. Этот кровавый кокон источал едкий запах крови, который пробуждал в людях, вдохнувших его злые чувства. Выражение лица Сиолиня резко изменилось. Все воины, что наблюдали за этим боем, поняли, что в теле Шильяна что-то изменилось, а мощь его ауры резко увеличилась в два раза. Чрезвычайно мощная зловещая энергия, которая, казалось, могла уничтожить небеса и землю, начало вытекать из тела Шильяна. Бум! Шильян нанес удар в грудь Сиолиня и вогнул ее внутрь. Громкий треск костей донесся из груди Сиолиня. Его кости были укреплены энергией десяти видов металлов, однако не смогли выдержать этот удар и были разрушены в дребезги. Сиолинь вскрикнул от сильной боли и попытался отступить, однако было слишком поздно. Шильян резко набросился на Сиолиня, словно демонический зверь, и начал бомбардировать его кулаками. Металлическое тело Сиолиня искривилось со всех сторон, а в некоторых местах даже появились трещины. Сиолинь громко кричал от боли и пытался увернуть от атак Шильяна, однако ему это никак не удавалось. Его металлическое тело стало постепенно удлиняться, будто бы было бруском металла под молотом кузница мечей. Все воины в этом месте смотрели на Шильяна ошарашенными взглядами. По их спинам прокатились мурашки и они со страхом наблюдали за Шильяном. Каждый из них представил себя в этот момент на месте Сиолиня. Тело самого Сиолиня было невероятно искривлено. Алмазный боевой дух славился своей невероятной прочностью, однако сейчас был чуть ли не бесполезен. Глаза Сиолиня потускнели и сбросив с себя золотую и серебряную пленку, стали обычными глазами. Он мертв. Да, Сиолинь убит. Кто этот парень? Алмазный боевой дух Сиолиня считается одним из сильнейших среди защитных духов в чертогах боевого духа. Ни один воин равный ему по силе не смог сломать его, так как этому парню это удалось. Этот парень неравный по силе. Он в сфере нирваны. Может это Сиолинь просто такой слабак? Ты так думаешь? Не, это тот парень невероятно силен. Все воины вокруг шумно начали обсуждать силу Шильяна. Шильян убил Сиолиня, но похоже сам не догадывался об этом. Он продолжал колотить его кулаками, превращая в лепешку из крови и металла. Старший брат внезапно крикнул Сиаха и бросился к Сиолиню со слезами на глазах. За что боролся, на то и напоролся. Холодно сказал Джанфен с легкой усмешкой. Он чувствовал, что поступил правильно. Шильян был до смешного талантливым воином и вероятно станет самой яркой звездой в культе Божественного Света. Пока он будет находиться рядом с Шильяном и оказывать ему всяческую поддержку, его положение в культе будет расти как на дрожжах, бабах. Тело Сиолиня взорвалось на две части в районе живота. Его кровь и серебристые кишки разлетелись в разные стороны. Шильян остановился только лишь в тот момент, когда от Сиолиня осталось лишь немногое, что напоминало тело человека. Он замер внезапно на месте, будто бы размышлял о чем-то. Никто из окружающих не смел ему мешать. Все смотрели на него издалека и никто из них даже не смел шевелиться в сторону Шильяна. Они были потрясены его силой. Голова Туки была взорвана, а тело Сиолиня во время активности алмазного боевого духа было разорвано на две части мощными ударами. Такое зрелище заставило всех воинов вокруг чувствовать страх до мозга костей. Многие воины прекратили сражаться с древними трупами и с опаской смотрели на Шильяна, боясь, что любое их движение может спровоцировать его. Любого, кого он решит атаковать, ждала печальная судьба. Этот факт уже подтвердили Туки и Сиолинь. Никто из окружающих воинов не хотел окончательно убеждаться в этом. Цзоши пыталась подойти к Шильяну поближе, чтобы ясно увидеть всю ситуацию своими глазами, однако Цзоши не давал ей сделать ни шагу в сторону Шильяна. Цзоши только что убила воина первого небосферы Нирваны и со сложным выражением лица наблюдала за Шильяном. Забудь это. Цзай все еще хотела убить Шильяна за то, что он сделал с ней, однако после увиденного она решила отказаться от этих глупых мыслей и забыть все, что случилось на дне озера. Брат, а Шильян-то очень силен. Он даже сильнее тех, кто был в нашей семье. Сказал с удивлением Лаолун и посмотрел на Лали. Лаоли кивнул с серьезным лицом, он множество раз вытягивал нас из лап смерти. Хоть в черном ядовитом тумане не существует настоящей дружбы, мы должны сполна отплатить ему за это. Наше основное правило гласит относиться к людям так же, как они относятся к тебе. Я знаю. Ахахаха, неплохо парень. Как хорошо, что я не ошибся в тебе. Громко рассмеялся Чжанфин и позабыв о Сяхае, крикнул Шильяну, как только выйдем из черного ядовитого тумана, я доложу о всех твоих достижениях старейшинам культа Божественного Света, а также о том, что в Бескрайнем Море есть наша ветвь, в которой появился такой невероятный талант. Члены культа Божественного Света стояли с широкими улыбками на лицах. Тело Шильяна слегка вздрогнуло. Он постепенно начал приходить в себя, а его глаза стали проясняться. Спустя полчаса Шильян повернул головой. Его глаза были абсолютно чистыми, а от зловещей ауры не осталось и следа. «Это эта сучка Ая?» Спросил Шильян, глядя на Цаи. Посмотрев на него немного тупым взглядом, Цаи ответила. «Не знаю. Как только мы пришли сюда, ее уже тут не было. Если она мне встретится, я лично ее прикончу». Холодно сказал Лаолун. Шильян радостно вскрикнул от Зоши. «Ты в порядке? Ты действительно очнулся? Ты узнаешь меня?» Она быстро махала руками и веселой улыбкой. Шильян улыбнулся и кивнул. «Хорошо, что вы в порядке. Я боялся, что могу причинить вам вред. В этом состоянии я не могу контролировать себя. Не волнуйся. Мы в порядке». Смущенно ответила Зоши и про себя облегченно вздохнула. Глава 405. «Сфера небес, парень, у тебя был прорыв?» Спросил Джанфен с серьезным лицом, подойдя к Шильяну. «Ты вошел в сферу небес?» Чеси айца и были ошарашены этими словами. Они смотрели на Шильяна выпученными глазами. Шильян с улыбкой кивнул. «Кажется, да». Затем он посмотрел на свою правую руку со странным выражением лица. Несколькими мгновениями ранее странная энергия вытекла из его меридиан на руке и слившись с кровь начала уплотнять ее, попутно направляя в правую ладонь. Вскоре внутри правой ладони Шильяна появилось три капли темно-красной крови. Эти три капли крови излучали невероятно мощную ауру, а внутри них бушевало огромное количество энергии. Эти три капли крови напоминали горящие рубины и даже толстый слой плоти и кожи не мог скрыть их сияние. Это была бессмертная кровь. Шильян буквально кричал про себя от радости. Он давно слышал от членов клана Ян об одном свойстве бессмертного боевого духа. При определенных обстоятельствах этот дух мог создавать бессмертную кровь, которая обладала удивительным эффектами. Несколько лет назад Ян Цинди использовал три капли бессмертной крови, чтобы узнать, выжил ли Шильян после столкновения с ледяным пламенем и где он будет находиться в будущем. По словам членов клана Ян, бессмертная кровь была невероятным сокровищем, вырабатываемой телом, которое могло творить настоящие чудеса. В трех темно-красной каплях крови содержалась могущественная энергия, которая полностью выделяла их от всей остальной крови в его теле. Три капли крови даже обладали духовной энергией, что вызывало у Шильяна чувство, будто его душа перенесена в эти капли крови. Помимо этого, капли крови обладали сильной жизненной энергией. Шильян не знал, какими свойствами обладает бессмертная кровь и для чего ее нужно использовать, но один только факт наличия этих каплей в теле делал его счастливым. Впав в состояние безумия, он не только вошел в сферу небес, но и создал три капли бессмертной крови. Шильян был рад путешествию в черный ядовитый туман как никогда ранее. Чися, Цаи и остальные воины в этом месте с сильно отвисшими челюстями смотрели на Шильяна. Сильнее всех шокированными были Цаи и два брата Лаа. Они помнили, как повстречали Шильяна, когда он был еще во втором небе сферы Нирваны. Всего за несколько месяцев Шильян прорвался со второго неба сферы Нирваны до первого неба сферы Небес. Это была невероятная скорость культивирования. Если бы они сами не видели, как развивался Шильян, то ни за что бы не поверили, что такое вообще возможно. Ахахаха, потрясающе. Парень, ты действительно знаешь, как надо удивлять. Ты не только удел Туки и Сиоленя, но после этого еще умудрился прорваться в сферу Небес. Джанфен радовался как маленький ребенок, которому удали коробку конфет. Чем сильнее Шильян становился, тем выше будет его статус в культе Божественного Света. Таким образом, вступление Шильяну в культ принесет Джанфену огромную выгоду. Шильян с равнодушным выражением лица снял пространственное кольцо с руки Сиоленя и поместил его в свое пространственное кольцо. Затем, посмотрев на Сиахая, что стоял недалеко, он холодно сказал, хотите продолжение. Сиаха и еще три воина чертогов боевого духа с ненавистью смотрели на Шильяна, но не смели предпринимать каких-либо действий. Услышав слова Шильяна, Сиахай еле сдерживая гнев развернулся и подошел к оставшимся воинам Безупречной Земли. Следом за ним пошли его товарищи. Как только Сиахай подошел к людям Безупречной Земли, воин Третьего Небосферы Небес из этой группы прошептал, «Мы должны объединиться против культа Божественного Света». Сиахай кивнул и встал вместе с воинами Безупречной Земли, однако не осмеливался действовать первым. Сейчас самыми сильными в этом месте считались их группа и группа Джанфена. Их объединение давало им огромное преимущество над другими. А то, что осталось от группы чертогов Боевого Духа и группы Безупречной Земли, даже объединившись, не смогут справиться с одним лишь группой культа Божественного Света. Однако в группе Сиахая были не только воины чертогов Боевого Духа и Безупречной Земли. Около десятка воинов первых.